Моисей Великанов 3. Музыкальный критик. Ну вот опять же, да, я не хочу давать Моисею никаких советов, потому что он лучше знает, как работает YouTube, как работают стримы и как все, потому что он все это начал, он все это придумал, вот, он всем рассказал, как все правильно делать, поэтому, естественно, ну, как бы, мы ничего не понимаем, но я просто выскажу свое нешарящее мнение. Ну вот я, например, бы, ну просто переназвал канал, ну я бы как минимум убрал бы вот эту циферку 3, ну это же кринж, ну просто, ну какой, ну это просто отталкивает, я понимаю, что даже тут у него подписчиков больше, чем у меня, ну, ну, блять, Моисей Великанов 3, музыкальный критик, просто Моисей Великанов, музыкальный критик, офигенно звучит, точку в конце не надо ставить, она нахуй не нужна, это некрасиво. По центру разделить какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь штукой там, типа, Моисей Великанов, музыкальный критик, все, супер топово, какой 3, ну кого это волнует, ну типа, что серьезно, все знают, что есть еще какой-то 2, есть какой-то 1, что-то там еще, ну, так, такой себе. Вот, ладно, это чисто так, я в этом ничего не понимаю, конечно же, поэтому окей. Как Сансары проклял мать за 90 рублей, каков на самом деле Моисей и Гапон около Музона? Давайте посмотрим. А теперь, ребятушки, пора бы нам, наконец, разобраться, как все было на самом деле. Итак, это первый стрим, собственно, с которого началась эпопея с чуваком с никнеймом Сансары. Я не уверен, первый ли это стрим, на который он заходил, но это, скажем так, ключевой. Итак, самое начало. Смотри, привет. Я его приветствую. Забудьте перепрочитать описание, дорогие зрители. Тут сказал забудьте, но вообще сказал не забудьте перепрочитать описание. Проверяем. И забудьте перепрочитать описание, дорогие зрители. На тот момент вот так, собственно, было написано на стриме. Вот здесь была плашка, она регулярно вертелась. Описание сейчас на стриме другое. То есть, у него постоянно меняется описание, и нужно постоянно его перепрочитывать? Народ, ну вы меня, ну, как бы, Месей, ну ты меня извини. Вот эту вот хуйню мне нужно каждый раз перепрочитывать? Ну, просто вот серьезно? Ну, то есть, вот, я все понимаю. Я понимаю, что, а что, ну ты, если ты меня смотришь, блин, я к этому отношусь по-другому. Я понимаю, что люди смотрят контент не так внимательно. Вот сейчас меня смотрят 55 человек, да, вот. Ну, почему лайков не поставили? 20 лайков. Неужели просто вот из них другие 35 человек принципиально не хотят поставить мне лайк? Я же попросил. Они же смотрят бесплатно, лайк бесплатен. В чем проблема? Это что, хейтеры смотрят? То есть, всего лишь 20 человек, и причем, они же постоянно заходят, уходят, заходят, уходят. То есть, это не 56 смотрят. Это там за полчаса, грубо говоря, человек 100 посмотрит разных. И всего лишь 20 лайков, а я прошу поставить лайки, а их не ставят. И я понимаю, что какая-то часть людей, они сейчас слушают такие, Гапон просит лайки поставить. Блядь, у меня телефон валяется там, я сейчас тут, блядь, посуду мою. У меня руки мокрые. Да, я сейчас, когда доберусь до телефона, я поставлю лайк. Потом он добрался до телефона, забыл это сделать. То есть, я понимаю, что люди реально просто, ну, то есть, как бы, отвлеченно. Вот таксист-маньяк пишет, я принципиально не ставлю. В чем принцип? Не понимаю. Окей, не ставишь принципиально, не ставь. Как бы, то есть, кто-то принципиально не ставит. У кого-то еще какая-то причина. Вот. И я это понимаю. И это сраный лайк. Это не надо стараться. Это ты просто смотришь, и так стрим, ты тыкнул по сердечку. И все, там, два раза на экран нажал, и все, и тебе насрать. Но кто не лайкнул, тот петух. Полностью согласен. Таксист-маньяк. Видишь, Адамс сказал, что ты петух. Ну, как бы, так и получается. А тут все логично. Как бы, не поспоришь, наука такая. Так вот. И как бы. И, а тут Моисей хочет, чтобы в принципе прочитали вот это сообщение. Так мало того. Получается, перед каждым стримом нужно читать это описание. Где еще написано, понимаете, тут какие-то ссылки. Где-то среди ссылках. Вот ты просто смотришь такой, типа, так, ну ссылки понятно, что тут читать. Где сами правила-то? Ты такой, о, вот вроде, пообщаться с людьми, которые действительно любят музыку, топят. А вот это ты просто не увидишь, потому что они среди ссылок. То есть он просто, какие-то две ссылки в телеге, а, телега и контакт. На стримах есть одно простое правило. Не бесить меня. Ну, я уже говорил, что диктаторское правило, максимально коринжовое, но окей. Я читаю чат, отвечаю на вопросы, но только на вежливый, конструктивный. То есть, как бы, его можно просто не заметить. Вот. Ну, как бы, я хз. То есть... Поэтому... Ну, это странно. Просто требовать от людей в 21 веке вообще что-то читать, блядь. Читать! Это пиздец просто. Как бы. Поэтому я не знаю, я офигеваю с этого. Дим и Гапон, а женщины могут быть петухами, курицами могут быть. Так что... У Маклауда спроси. У Маклауда курица. Все. Как ему не лень было столько писать? Не, ну столько писать, это же, знаешь, не за раз. Оно постоянно дополняется. У меня тоже описание такое, не сказать, что прям маленькое. То есть, ты каждый раз его просто копируешь. Ну, оно скопировано, всегда добавляется. И ты его дополняешь каждый раз. И оно у тебя меняется, меняется там. Поэтому нет, это-то ладно. Просто как бы, ну... То есть, ну окей, ладно. Как, впрочем, у меня постоянно оно меняется. И адаптируется вот всеми видео и стримах. Но, как я позже выяснил, вот такой текст был прям буквально написан, блядь. Кто округляет свою пользу, тем скипаю донат нахуй. Ну хорошо, ты написал. Ну ебать. Это само все правила хуёвые. Это как, знаете, вот... Понятно, что можно сделать любые правила и типа уважайте меня, соблюдайте правила. Да, но людям какие-то правила просто, в принципе, они с ними не согласны, им не нравятся. Но почему я не могу скинуть на пол песни? Почему я не могу? У тебя же есть правило 30 рублей или сколько там? То есть, минута, да, сколько стоит видео? Почему на текстовые видосы это работает, а на музыку нет? Вдруг очень часто бывает, что вот, например, сейчас современный, даже какую-нибудь Фредовскую песню там откроешь, она будет идти, видос будет, там, не знаю, там, 5,5 минут, из них песня будет 3 минуты, остальное это будет в конце какая-то рекламная интеграция. То есть, будет какая-то долгая реклама школы, еще чего-то. И это просто незачем смотреть. И человек тебе кидает, он не хочет тратить деньги, чтобы еще на это смотреть, эту херню. И ты ее, кстати, еще возьмешь... Я уверен, что ты еще и не досмотришь. Скажешь, а, ну реклама, ну нахуй. Типа, все, скипаем. Хотя человек тебе платил рекламу, ну тогда там смотри рекламу. То есть, как бы, я не знаю, просто это супер странно до такого, то есть, ну как бы докапываться, да. И, ну как бы, ну бесит тебя что-нибудь. На самом деле, я, когда вот, например, меня тоже, мне постоянно кидают не до конца видосы. Кидают меньше. Если меня видос бесит, я просто его ровно, в секунду, в секунду выключаю и говорю, посмотрели ровно столько, сколько задоначено, столько и захуячено. И едем дальше. И так просто можно делать. Если тебя бесит, ты делаешь так. Все, на полусловие прям. Все, закончилось четко. Все, стопаешь видос. Поэтому, как бы так. Моисей несет чтение в массы. Ну, да, да. Надо не только читать, но конспектировать тетрадочку. Возможно. Может, эти правила просто скопировать с Конституцией? Нет, вряд ли. Это его Конституция собственная. Значит, в тексте описание. Значит, тыры-пыры-растопыры. И, собственно, Сон Сары отправляет донат 90 рублей. При том, что я на тот момент уже не первый стрим, как бы разгонял телегу. Да и на этом стриме я тоже говорил о том, что есть вот эта плашка, она в самом начале стримов. У меня иногда я, значит... Сон Сары, ты зачем бесишь Моисея своим 90-рублевым донатом? Ты что, правила не прочитал? Прочитай правила, Сон Сары. Ты читать, что ли, не умеешь? Сон Сары, ты меня слышишь? Читай правила. Не беси Моисея Великанова. Написано. Я подключаю такую красную штуку. То есть, что можно просто легенде, рок-звезде, человеку, который, там, блядь, 22 года занимается музыкой, если ты к самому началу стрима зашел, то, по сути, может быть, иногда есть такая опция за три копейки закинуть свой трючок. Единственное, по сути, условие, блядь, адекватное, вполне справедливое, не округлять свою пользу. Потому что люди и так, блядь, пользуются моей доброй душой, благотворительностью. Уже, ну, там, много времени это происходило на стримах. И я поэтому уже от негодования на эту тему ввел... Знаете, отчасти, отчасти я Моисея понимаю. То есть, его бесят какие-то вещи, которые люди делают. И я раньше тоже так же бесился на самом-то деле. Но сейчас, например, я просто понял, что это не исправить. Людям ничего не объяснишь, ничего не докажешь. И делать из этого трагедию, из того, что люди что-то не понимают, что-то не догоняют, что-то еще там. Просто нет смысла. Ну, просто нет смысла из этого делать трагедию. Поэтому надо сделать так, как удобно тебе. Просто, да? И все. Как бы. Надо понять. Ты хочешь, как бы, донат на песню? Какая тебе разница? Не устраивает тебя слишком низкая цена? Сделай повыше. Там, условно. Не хочешь... То есть, не надо смотреть до конца. Тебе задонатили 90 рублей, а если у тебя 30 рублей минута, посмотри 3 минуты и стопни. И все. Стопни и выключи, и начни смотреть следующий видос. В чем проблема? То есть, я решаю это так. Как бы. Потому что объяснять людям, это, ну, себе дороже. Оно просто, ну, оно так не работает. Ну, никак вообще. Абсолютно. Вот, прям, блядь, не правило, а просто вот такой агрессивный, блядь, текст. Значит, тогда был. Вот. Значит, заходит чел, пишет, типа, привет, сейчас поставлю песню 30. И причем, я бы еще так сказал, раз у Моисея правило, бля, почему нельзя сделать, прям вот, с самого начала, ну, хорошо, донаты, и то у него даже ссылка на донаты здесь нету, да, я не вижу. А где ссылка на донат? Он ее, видим, перед стримом, что ли, ставит? Я не вижу. Да, ну, ссылка на донат, видим, перед стримом, как-то кладется. Я хз. Да? Или как? Пообщаться, говниды. То есть, почему нельзя все ссылки со всякими говнидами, мв и пд, с телеграм-чатами, их помещаешь вниз? Вверху должны быть только донаты, и прям крупными. Правило, блядь, двоеточие. Первое, не бесить меня. Второе, там, то да сё. Третье, то да сё. Блядь, как в этой всей хуйне просто искать правила? Это же просто пиздец. То есть, это просто пиздец. Я, я хз. Вот где-то здесь, смотрите, чтобы увидеть, то есть, смотрите, столько всего, и инфа, оценка треков и консультаций по вопросикам YouTube, проведение стримов, музыки, ваши житухи и т.д. от 3000 час, или эксперт, экспресс-бич-версия, 300 рубасов, мне на Сбер, скриншот, переводы и вопрос в телегу текстом, разбор ваших треков, 200 рублей, то есть, то есть, вроде бы, казалось бы, вот тема, с которой зарабатываешь, и она где-то вообще внизу, то есть, как это вообще найти? Кинуть донат на Сбер в самом низу, казалось бы, деньги самое главное, нет, то есть, ну, я, я хз, ребят, я, может, что-то не понимаю, но извините. При том, что у меня на тот момент было правило бесплатного чата никаких обещанных донатов, вот, то есть, обещать, блядь, там, сейчас я сделаю, сейчас я закину, типа, вот это не надо, ты просто кидай и все, то есть, меня, блядь, раздражают вот эти чуваки, которые там, не знаю, пытаются пранковать меня, возможно, типа, тем, что, да, да, сейчас я отправлю, сейчас я отправлю, типа, я ему говорю, ну, да, давай отправляю, он такой, аха-ха, я никуда не отправлю, я тупой школьный, блядь, поэтому было такое правило, из-за того, что не раз было так, то есть, чтоб челы сразу, блядь, получали мьют и не удивлялись за что. Ну, то есть, да, то есть, он просто все, то есть, я его понимаю, его бесят всякие там троллинги, всякие там вот эти вот подкольчики, прикольчики, и он прям с ними борется, то есть, он словил эффект, что он борется и не может с этим бороться, никак не может это побороть, вносит какие-то постоянные правила, правила, поправки, а они вот все равно их обходят, все равно как-то вот все не получается, то есть как бы ну я просто, ну то есть меня тоже бесит, когда мне ну у меня такое, кстати, вообще, я еще раз то есть что думаю, у меня такого почти не бывает, то есть я, у меня есть ники в чате которым я плюс-минус доверяю есть ники средние, которые я полу не помню, там полу хейтер это или нормальный чел я могу кого-то перепутать есть прям откровенно, которые я знаю что это хейтеры, они не донатят, вон там таксист написал, я принципиально не ставлю лайки, он пишет, я петух я принципиально петух, вот он пишет он правда не ставит лайки, и он правда меня подхейчивает, и я это знаю и вот, и как бы я это в голове плюс-минус держу то есть есть прям, я знаю, что точно хейтеры есть, такие полу хейтеры, то есть я это все знаю но, если мне, например в чате пишут, что я тебе сейчас скину донат, я смотрю на ник если это пишет, там, Мича условно да, какой-нибудь там, Мужик Веселов там, не знаю, там, Алексей Плевой, там, еще кто-то там, этот какой-нибудь там, Кракен, там он в донатах обычно общается, еще если это какие-то такие люди пишут, да я просто понимаю, что скорее всего это будет, но от меня не убудет что человек пообещал, даже если он не кинул но если это пишет средний я пишу, кидай, но я его не буду ждать то есть, есть люди доверительные вот Элки какой-нибудь, да вот если я этим людям доверяю то я просто скажу, ну типа окей, я подожду если я людям не особо доверяю я просто на это не обращаю внимания вот, тут все, в чем проблема таксист Майк пишет я твой хейтер, ну ладно, поставлю лайк я по угару хейчу, я же взрослый человек ну вот, хотя бы такая позиция окей, окей тут видите, мы все уже откровенно как бы общаемся, да то есть, уже люди не скрывают пишут мне, что они мои хейтеры это неплохо, неплохо это хорошо вот, я, кстати, специально накидайте лайков, закрепил в этот сейчас сообщение вдруг подействует, давайте проверим сколько лайков 33 лайка, 72 человека смотрят 33 лайка, все равно два раза меньше окей, накидывайте, ребята так, ну да, давайте смотрим Моисея отстойный вот, значит, достойный отстойный а вот там Элки что-то пишет у него на экране написано 30 рублей минута ну да, то есть, какая-то каша какое-то описание экран, на экране у него тоже даже на экране все прочитать это просто, ну, это жесть тут и чат какая-то одна фигня какие-то QR-коды просто всего налеплено я же тогда давно еще говорил что у Моисея дизайн, конечно, страдает то есть, у него реально как киоск из 90 к которому подходишь он весь вот этот вот просто обклеен какой-то хренью кому-то там говорю, типа, контент записал альбом дома один чел отправляет, блядь значит, донат со ссылочкой ссылка вон, пенелась, пишет на лайк спасибо на свой альбом и конкретно на сейчас проверим на песню которая длится 4 минуты то есть, я даже проверил потому что, опять же, донатить с тайм-кодом блядь, у меня не приветствуется и об этом я тоже не раз говорил то есть, тут 50, блядь 3, 54 тире 58 примерно да не надо смотреть до 58 смотри столько сколько задонатили вот тебе задонатили 53, 54 вот ты, значит, смотришь до 56, 54 все и ровно впечатать прям следи и в 54 секунды стоп, нахуй и все вот и все это гораздо эффективнее человек уже будет понимать как ты, что там смотришь то есть 58,02 значит, получается песня длится 4 минуты точно ну, то есть, блядь чел округлил 30 рубчинских блядь, задонатил меньше доллара вот, и я ему говорю я скипаю твой донат не написал какую песню то есть, чел не написал какую именно песню слушать просто скинул с тайм-кодом на это я указывал подожди, типа с тайм-кодом хорошо, сейчас проверю я такой, хорошо из доброты душевной я проверю ну, то есть, чел возможно на самом деле я, ребят, к этому так отношусь то есть да, мне тоже иногда не нравится с тайм-кодом кидают, ну, и не пишут какой тайм-код потому что иногда не работает то есть, иногда ты включаешь и он, ну, тайм-код не срабатывает бывает такой, да вот еще и с тайм-кодом приветствуют ну, пиздец вот, ну да то есть, надо написать, типа с какого тайминга, да, потому что иногда они срабатывают, окей, но я на самом деле к этому так отношусь, ребят, все эти деньги, это все копейки, то есть, и я так отношусь, что вот я делаю, как мне удобно, то есть, вот человек скинул, то есть, если человек прям очень хочет, чтобы я точно все понял, чтобы я точно правильно включил его трек, чтобы я все это, он скинет максимально понятно, максимально напишет тайм-код, если же человек так на тебе сделал, я посмотрел, тайм-код не сработал, я смотрю, что есть, смотрю на ту сумму, которая есть, я открываю просто его ссылку и смотрю, все, из меня гладкие взятки, взяты, то есть, я ничего, то есть, и я просто на это не обращаю внимания, ни разу еще не было такого, что кто-то что-то предъявил, потому что, ну, а как бы что, как еще, то есть, ты просто делаешь и все, вот, а Моисей с каждой хуйни горит, то есть, Моисей горит с того, что люди как бы безответственные, несосредоточенные, но он просто не может понять, что, ну, для людей-то похуй, иногда у тебя порыв, я говорю, я иногда мог донат кинуть кому-то, например, я просто в ППХ где-то иду, что-то кто-то на стриме говорит, я там типа, а, да похуй, там что-то написал с ошибками, кинул, да вообще похуй, это, блядь, 30 рублей, это 100 рублей, это хуйня, то есть, понимаете, как бы, и это надо просто понимать, что это, ну, то, что мы не делаем какой-то, мы тут не рассказываем, как устроено лекарство от рака, или там, это не какая-то лекция в МГУ по ядерной физике, это просто, блядь, жвачка, то, что мы делаем с Моисеем, это просто развлекательный контент, который просто вдохновляет людей, пойти там поиграть на гитаре, позаниматься музыкой, или просто, просто поотдохнуть, и ничего не делать, поржать там еще, то есть, это не какой-то, блядь, супер важный, полезный контент, который нужно с тетрадочкой реально сидеть, записывать как бы, вот, поэтому, мне кажется, попроще просто, ну, я, по крайней мере, так делаю, мне кажется, это лучше работает, у донатера тоже есть определенная ответственность на формирование доната, если он хочет норм фидбэк, да, да, то есть, это как же и в чате, вот, например, ты, Мича, ты в основном пишешь, хорошо, с запятыми, с нормальными словами, я читаю, и все, я хорошо прочитываю твои сообщения, а очень многие, они пишут на Тебисе, и ты такой, чё, блядь, и ты, а у меня нет времени вникать, то есть, я не могу на стриме вникать в каждое сообщение, в каждое слово, вы мне пишите аббревиатуру, я не, ну, просто мне это там делать не надо, и поэтому, как бы, вы можете писать, я не запрещаю писать аббревиатуры, я не баню за аббревиатуры, просто вы знаете, когда вы пишите аббревиатуру, она может быть просто не прочитана и не понята, вот и все, то есть, никаких проблем, я за всю хуйню, ребят, то есть, как бы, я за свободу, то есть, вы делаете, вы пишите, как хотите, что хотите, вот, но при этом, вы же понимаете, что я тоже такой же, то есть, я, я как бы, как и вы, мы одной крови, вот. реально новый, он не сдал, типа, и я новичкам на стриме всегда делаю, как бы, поблажки и исключения, то есть, как он тогда, как я уже сказал, одно правило нарушил раз, здесь в донате другое уже тоже, правильно? Я сделал ему, блядь, не тоталитаризм, а доброту проявил в его адрес, типа, значит, ну, раздраженно, как бы, ему начал пояснять правила, что так нельзя, у меня с ним кода не открывается. Атамс, ты отлично пишешь, вообще кайф. Она не длится 3 минуты, то есть, ну, донат скипается и все. Значит, после этого, причем, обратите внимание, значит, 22.52 приходит донат, это 22.52 по вот этому там коду стримов, здесь как раз вот 22.53 по московскому этот донат, то есть, просто добавляя минуту, можно, блядь, понять примерно, в какое время был отправлен донат. Здесь, блядь, проклятие на маму и отца, и здесь еще по другим никнеймам от него были... Это Сансары, Сансары, зачем ты проклинаешь, что реально Моисея проклял, у него шиза началась, ну, серьезно, сними проклятие, заебал. Меня-то ты не смог, не смог проклять и не сможешь, потому что, как бы, ну, вряд ли ты сможешь, ну, насильных личностей не работает, понимаешь, вот, а тут, как бы, ну... вот такие тексты. Никто никому не хамил, блядь, ты начал меня оскорблять, при том, что... Сейчас проверим, чьи оскорбления, собственно, ну, то есть, с чего, блядь, рта первыми посыпались, блядь, проклятие, оскорбление и прочую хуйню. Дальше, отвечая про рыночек, блядь, я челу ответил, что, ебать, при чем здесь рыночек, если ты правила не прочитал, и я, блядь, заслуженно на тебя проявил гнев. Да, и, блядь, рассуждает за честный капитализм. После, он мне в итоге еще скинул трек, и вот об этом он упоминал уже на стриме Фред Гитариста, что я, типа, значит, к нему по-доброму отнесся, там, позже на этом стриме, пригласил его в наш чат, блядь. То есть, короче, у Моисея, мне кажется, еще вот, что мне, например, ладно, я не буду говорить все правильно, неправильно, я буду говорить, выражать свое мнение, что мне не нравится. Мне не нравится то, что он навыдумал миллион вот этих вот правил, каких-то сносок, каких-то описаний, надо все время это контролировать, читать, что-то там понимать, да? Вот. Не понимаю, за что можно хитить Димона Гапона. По-моему, топ-контент. Я, когда в Таиланде жил, постоянно усмотрел стримы Гапона из-за кучи свободного времени и прям кайфовал. Кстати, я решил туда поехать после того, как случайно посмотрел видос Гапона, где он, будучи в Турции, рассказывал, что поедет в Тай. А, прикольно. То есть, я еще сам там не был, и ты тоже решил поехать. Прикольно. Даша Винтер, ну, повышаю твою карму на 40 уровней, спасибо за донат. Круто. Приятно это слышать. Вот. Так вот, он напридумывал кучу вот этих вот всех, то, что ему не нравится правил. Да, это капитализм, ведешь бизнес как хочешь, да? Вот. И потом кто-то эти правила нарушает, там, не понимает, еще чего-то. И он потом начинает вот такие вот видосы выпускать, где он разбирает это время, во сколько был донат, кто что это. И я понимаю, что на среднего статистического нормиса пользователя, это душня. То есть, никто сейчас из вас не сидит так, сетрадочка, и такой прям реально пытается разобраться в ситуации. Так, он ему задонатил, так в какое время? То есть, это реально, вот как Митя написал, хочешь нормально задонатиться, стань анальником во время отправки, да? То есть, это надо быть реально анальником, чтобы сидеть сейчас такой, так, ага, в 3.53 он отправил, а правило уже было написано раньше, уже вот, ага, так, да, значит, вот здесь вот он логически неправ, как бы, сейчас мы вот эту тему разберем, как бы. Впервые зашел на стрим за месяц, а тут какие-то флешбеки, все это вроде уже было, вроде не под кислотой, бывает такое, бывает. В телеге, в чат телеге я вам позже покажу, что он туда зашел, сделал, ему типа, ну он прошел какой-то тест на психологические расстройства, ему пишет девушка в шутку в чате, типа, лятый ебнутый, этот чел, блядь, воспринимает это не как, ну типа, нормальное просто какое-то общение, ну блядь, в чате. Охуенное нормальное общение, когда тебе пишут, лятый ебнутый. А я говорю, сарказм не работает, он не работает, сарказм работает только в своей компании с людьми, которых ты долго знаешь. Он и на стримах работает, и у меня в чате люди пишут сарказм, и я говорю сарказм, и его понимают те олды, и я понимаю олдовых старых зрителей, которые пишут сарказм, я понимаю в чем сарказм. Но новый ник, если пишет сарказм, я этого не воспринимаю, я это воспринимаю как чистую правду. И так же и тут, как Сансара зашел к тебе на стрим, может быть он до этого не смотрел твои стримы, и так далее. И ему в чате вот такую хуйню пишут. Как это можно воспринять, что типа это прикольчик? Я не понимаю, странно. А как просто повод написать абсолютно омерзительные, оскорбительные вещи в ответ, блин, после чего я говорю, что типа, ребят, ну у всех есть расстройства, давайте к нему по-доброму, значит, к этому челу отнесемся, типа, ничего такого в этом нет, может быть он просто, типа, реально сейчас там в плохом настроении, ну, то есть, ментальное состояние хуево, успокоим его, и будет все получше. Ну, рассчитывал я, блядь, на то, что чел, как бы, все-таки не ебанат, не шизик, блядь, не ебан, который должен срочно просто отправиться, блядь, в дурку, я имею в виду, блядь, вот этого нахуй чела в чате, блядь, с ютуб-каналом Сон Сары. Здесь его сейчас нет, потому что он забанен, но у меня для этого и есть, блядь, чат на экране, чтобы сохранялся, блядь, этот чат. Так вот, как выяснилось, впоследствии, блин, давайте прочитаем, вот там, можно скинуть за 30, можно скинуть, а еще написано, читайте описание, еще вот здесь написано, читайте описание, еще я ртом вот этим, блядь, вслух сказал, и ты был в тот момент на стриме, и тебя видно в чате, дорогие зрители, читайте описание. Если я доложу, будет ли это считаться? Нет, не будет, как я сказал, просто потому что есть, блин, правила, и о них было написано тогда в чате, о том, что я скипаю донат, потому что я заебался заниматься, блядь, благотворительностью, объяснять каждому челу, блядь, при каких условиях можно пользоваться там этой плашкой, типа, и вообще в принципе, блядь, мне донатить. Я скорее всего все правила по итогу отменю, и буду просто, вот чтобы вообще не париться, ну, рассчитывать на олдов, на то, что адекватные люди и так будут заходить в чат, типа, и понимая примерно, как что, ну, как все происходит, просто вести себя так же, а не адекватные, чем будут отправляться в мьют, бан, то есть как всегда, и либо адаптироваться, либо идти нахуй. Здесь это была, видимо, моя просто финальная попытка, финальная, блядь, последняя попытка доброго, демократического человека, блядь, Моисея Великанова отнестись по-человечески, значит, к человеку, как мне казалось. Оказалось, что, блядь, человек просто, ну, типа, там, поставь ее, пожалуйста, вот это все, 22,58, да, типа мы уже, 25,58 мы видим, значит, сейчас, видимо, под разными никнеймами донатик, ну, типа поставь, пожалуйста, тоси-бойси, я, естественно, раздраженный, ему отвечаю, что, типа, чел, нет, потому, нет, даже не внизу написано, кто округляет свою пользу, тем, скипаю, да нахуй, я здесь, блядь, злюсь, потому, что я был уверен, что этот человек не раз на стриме, и как минимум, если даже он первые в жизни на стриме, то он, блядь, должен был услышать эту информацию, всю, я ему кратко подал, я не должен каждый раз, каждому новому человеку объяснять, блядь, что нельзя, нахуй, 90 рублей кидать на 4-х минутную песню, если чел, блядь, реально и так это не понимает, то это пиздец, и в итоге он все равно нарушил даже эту хуйню, кинув, блядь, меньше, прям написано, капслока, я досматриваю до конца всегда, капслоком это было написано, я спрашиваю, я наебал кого-то, или жульфор, или еще что-то, у меня есть очередь, у меня есть очередь, других донатов, я почему-то должен, блядь, уделять время ему, вместо того, чтобы, ну, то есть, я не должен, я мог его просто там забанить, и все, я ему вместо этого уделил по доброте душевное время, и напоминаю, в итоге, позднее, блядь, после всех проклятий, я к нему еще отнесся по-человечески, разобрал его песни, и отметил, что там хорошего, блядь, мне нравится, мне нравится, что Моисей к проклятиям по-серьезки относится, блядь, 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 это реально смешно, сука, после всех проклятий, это, вот, вот он такого надворил, я даже после вот этого всего, вот после проклятий всех, я вот еще все равно к нему нормально, то есть, проявил по-доброму, блядь, себя, к человеку, даже после, такой хуйни, блядь, то есть, типа, я его, ну, естественно, здесь, да, хуй сошу, типа, потому что, вижу, блядь, просто оскорбление, и проклятие, типа, мне, значит, в личку, нет, давай, ты мне вежливо, ооо, ну, извини, братан, да, он, Нелки пишет, конечно, по-серьезски, проклятие, как выяснилось, работает, то есть, суть вопроса, рублей 10, плюс проклятие, да, ну, проклятие, ты, как бы, сам понимаешь, серьезно, то есть, вот он пишет, я ваших, значит, музыкантишек всех в рот ебал, ты останешься с комарохом до конца жизни, то есть, просто начинает, вместо того, чтобы признать, блядь, как-то свою ошибку, принять ее, типа, и отнестись реально, блядь, с респектом к Моисею, то есть, за 90 рублей ты получаешь самый, блядь, базированный вообще урок своей жизни, ты в будущем, занимаясь своей, блядь, музыкой в стиле Гранж, будешь понимать, что, блядь, надо обращать внимание, он с Сансары, реально, он пишет сначала, у меня песнь две минуты идет, поставь ее тогда, пожалуйста, песню «Привкус эстрогена» поставь, она две минуты идет, пишет тайминг, ты реально охуевший, будь проклятым, блядь, смешная хуйня, Сансары пишет, я всех ваших музыкантишек в рот ебал, ты останешься с Коборохом до конца жизни, реально проклял, блядь, проявлять вещи и проявлять, блядь, людям, которые могут тебе помочь, а кто, блядь, в Гранже главный гений, блядь, кто еще может тебе помочь, блядь, и ты не проявил вообще никакого уважения просто, блядь, к моим каким-то пожеланиям, которые, блядь, просто везде вот так вот, вот тебе написано, вот тебе написано, вот тебе там было написано, вот тебе было сказано, Ну, кстати, блин, Гапон, а ты только положительной магией занимаешься. Как задонатить на проклятие от Гапона? Но я могу проклять только самого донатищего. То есть, если кто-то хочет, чтобы его самого прокляли, да, то... Хотя, не знаю, может быть, не делать такое, типа, с проклятиями? А то реально Нормисам непонятно будет? Или сделать в два раза дороже проклятие? Проклятие в два раза дороже. Вот, то есть, типа, не повышаю карму, а проклинаю тебя. Не знаю, звучит? Прикольно. Проклинаю тебя. Ну, как, непонятно, как... Можно, конечно... Не, вообще прикольно, прикольно сделать... Не, это не мой контент просто. Я вот реально, я повышаю карму, добро, позитив, да? Вот, а проклятие... Вот это надо сансаре делать. Сансаре нужно сделать донат с проклятиями, и чтобы можно было проклинать кого угодно. Ну, например, ты хочешь кого-то, блогер тебе не нравится, ты закидываешь донат, и сансары реально его проклинают. То есть, надо... Ну, я условно подумал, что, допустим, нужно на донаты без сердечка говорить в конце, спасибо за донат, будь ты проклят. Ну, такое себе, как бы... Но, нет, отдельный донат, например, там, тысяча рублей, прокляну любого. Типа того. И, короче, какие-то косарь закидывают и говорят, прокляни... Или не косарь, а можно какую-нибудь такую сумму выбрать, там, не знаю, там, 999, но уже такой есть донат, просто жаль. Или 666. Вот. Типа прокляну любого. И, короче, просто реально тебе пишут, кого проклять, да, как бы... И ты просто проклинаешь этого человека. Не разбирайся вообще, кто это, что... Вот когда написали ник, и ты его проклинаешь, там, ник, имя, что угодно, имя, фамилию... Ну, это будет такое себе, конечно. Не. Так что, я не думаю, что это будет... Но вот Сансаре, вот идея. Вот Сансара, реально, он прям вот такой вот, у него вот это вот... Он этим прославился. Так что, Сансара, ты если в чате, вот, надеюсь, ты слышишь, слушаешь мой стрим, как бы, ты вот возьми на заметочку, сделай донат с проклятиями, и к тебе будут заходить люди, и ты будешь всех проклинать за деньги. По-моему, по-моему, справедливо. Причем за деньги, прям чисто дьявольская схема. Тебе ничего личного, только бизнес. То есть, ты проклинаешь просто за деньги, как бы. Как написано там, у кого было. Ничего личного нам просто заплатили. То есть, вот, типа того. Даже можно говорить, проклинаю, там, того-то, того-то. Ничего личного, просто заплатили. Вот, просто охуенно будет звучать. Так. Но Сансаре, по моему мнению, надо проклинать максимально артистично, как на стриме с Фредом. Ну, типа того, да. Между прочим, наставили лайков, публика выросла. Так, лайков 41, да, ребята, не забываем ставить лайки. 62 человек смотрят. Прокляточь. Да-да-да, прокляточь, вообще хорошо. Ну, Сансаре, это уже бренд, поэтому Сансаре оставлять надо. Он хорошо звучит, Сансаре. Ты нихуя, блядь, на это не обратил внимания. Ты сделал, как ты хотел. Получил в ответ, типа, справедливое, пошел нахуй. И это за 90 рублей должен был быть величайший урок в твоей жизни. Вместо этого, блядь, что ты пишешь, говноедкость-то? А как потом отменить проклятие? А никак, только на стримы Гапона приходить, карму повышать. Только так. Только на моих стримах карма повышается, и все хорошо. Сразу становится. Чем больше повышаешь, тем лучше становится. Так такие уже проклинают в прямом эфире в ТикТоке. Ну, я не видел, ну, а у нас-то Ютуб, ТикТок у нас нету в России больше. Так что, как бы, пофиг на ТикТок. Тут, как бы, тут в Ютубе все должно работать. Прокляточь, хорошее название для отдельного Ютуб-канала. Да. Чего вот это? Ну, то есть, значит... Ну, кстати, Сансара может сделать проклинать и в два раз дороже снять проклятие. Вот это вообще хорошо будет. Либо ёбнутый, блядь, просто которого надо срочно, блядь, класть обратно в палату, либо ты, блядь, здоровый человек, и тебя надо, я не знаю, там, блядь, изолировать от общества, потому что ты просто мудак, блядь, вот и все. Невежливо... Ты мое время не уважаешь. При этом обратите внимание на то, как выглядит... А, вот, он заходит с другого аккаунта. То есть, тоже запрещенная у меня в бесплатном чате опция. Блядь, по понятным причинам, потому что вот такие обиженки. Причем, еще раз, здесь абсолютно справедливо. Вы видите, что я справедливый его, типа, значит, даже если хуесосил. Они всегда заходят. То есть, чел прям по правилам, по всем-всем-всем пунктам, блядь, прошелся. Просто нарушил все правила, блядь, бомжатского чата. Лишь бы, просто, лишь бы сделать что, нахуй. Вот мои адекватные зрители. Они пишут, типа, значит, ну, даже в ответ на этому чуваку, Типа, ну, там, какие-то плюс-минус, типа, блядь, грамотные составленные предложения. Еще что-то. И добро пожаловать в клуб, я тоже проклят. Типа, то есть, челы формулируют мысли адекватно. И, типа, с пониманием относятся ко всему. То есть, понимают, что все, что происходит на стриме, это, ну, справедливая, честная история. Не, ну, вот, Анафин 2284, ты пишешь, нужно на всякий случай каждую неделю проходить профилактику от проклятий. Да, конечно, да, я бы сказал каждый день. То есть, вот, примерно таким методом пользуется Митча. То есть, он раз, внестримовый донатик скинул минимальный, вопросик задал, все, всем кайф. Вначале поговорили, я ответил наличным на его вопрос. Вот, он карму себе повысил. И так, если каждый стрим делаешь, оно-то в конце месяца-то карма ого-го какая получается. И все, и все работает. Поэтому, это отличный варик. На всякий случай. Как говорится-то, как бы, я там, ну, как бы, так верят не особо. Ну, а вдруг что есть? Тут на всякий случай-то, как бы, что ссориться-то, как бы, с этой вселенной, да, как бы, зачем? Лучше уж, как бы, нормально повысить карму. Сонсара интересный человек. Мне было бы приятно, если он сможет монетизировать свои таланты. Да он просто ржачный. Прикиньте, сколько в итоге времени Моисей убил на это все, а мог бы просто за 90 рублей спокойно видос посмотреть. Да, и потом бы посмотрел еще кто. Сонсара бы еще какую-нибудь песню закинул бы, 100%. Ну что, уже в этом стриме обсирал нашу страну? Кстати, я записываю все, имею эту виду. Рискуешь скоро вести стримы из мест не столь отдаленных, жаба. Так, записывай, записывай. Хоть кто-то записывает стримы, хоть где-то они останутся. Да, спасибо тебе за донат. Вот, нашу страну, вашу это какую? Не знаю, вашу, может, не обтирал. Да я никого, ну я все страны мира могу обосрать, если в них какая-нибудь херня творится. То есть, типа, как бы, окей. Так. Так, да, подтверждаю, уже не первый месяц давление в норме. Вот, вот, отлично, как бы. Поэтому я говорю, что оно вот работает так, как бы, нормально. У Сарыча получил проклятие, у Гапона карму поднимать и снимать проклятие. Ну, типа того, да. А что, нормальный бизнес, вкупе с Сансарычем. Я ему там уже в личке потом пишу. Сансарыч, надо вот этого проклясть, вот этого, вот этого. Типа, они приходят и, как бы, да. Ну, то есть, вот, оно так работает. Это ничего личного, только бизнес. Вот. Ну, где-то рофли, где-то что-то. Это, если что, Гапон говорит, что у него в чате элита. Вот, типа, удачи, блядь, Гапону, зайти ко мне на стрим, блядь. Элита. Типа, вот, блядь, вот такие чуваки, как Сансара, это, блядь, больше похоже на те... Не, у тебя, Моисей, в чате послушные рабы. Вот, а у меня элита. Яркие личности с протестом, с несогласием со мной, которые даже меня хейтят, да, и там так далее. Да, элита, то есть, как бы, какая разница? То есть, я же не понимаю, что в чем-то я могу тоже быть неправым и так далее. То есть, да, как раз элита. Вот, а послушные рабы, это самое простое. Как бы, что с ними? С ними все просто, с ними все легко. Им любую хуйню скажешь, они сделают. Вот, а вот, как бы, взаимодействовать с другой аудиторией, с более сложной, это уже гораздо сложнее вариант. Тех, кто по факту является аудиторией канала Околому Зону. Потому что вот у него так пишут в чате, каждый раз, когда я заходил, по крайней мере. Соответственно, у меня даже к охуевшему черту люди относятся, типа... Есть еще, Моисей, возможно, такое мнение, что именно когда ты заходишь на мой стрим, то пишут именно так. Ну, как бы, я не знаю. Сейчас я не вижу каких-то вот просто жестких сообщений. О, мама, нет, нет, я полицейский мент. О, мама, нет, 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 нет. Ты, сука, мент. в феврале еще не повышал карму каюсь вот закапана повышает карму на 222 уровня спасибо большое за донат вот правильно все правильно сделал как бы конечно конечно блин я уже так криво говорю эту цифру потому что блин мужик веселых меня своими вот этими не целыми донатами просто мне мозги свернул короче вот в чем фишка не пойму мы сейс гапоном пострался ли что происходит зашел не с самого начала да нет но просто нет я не считаю что это посрались просто ну как бы то есть я как как всегда высказываю свое мнение все как мне кажется вот мы сесть не согласен я так это вижу примерно ну как-то с попытками принять его и так далее то есть очень добрейшие люди и добрейший блять моисей анафим 24 пишет не недавно поставили диагноз дефицит витаминов так я начал пить витамины одновременно повышать карму и у чудо уровень витаминов нормализовался карма работает вот вот примерно так все и мысли да все правильно все правильно говоришь полностью согласен то что у вас есть ебаные стереотипы тупорылые из-за того что это матом ругаюсь или как-то мысли высказываю это блять ваша конченная проблема ваше восприятие извинись то есть он требует чтобы я перед ним извинился еще потом поджевчается давайте глянем что еще было так вот значит дальше там тыры пыры растопыры я смотрю донаты там как там троллевали 7 пружин и где-то там на минуте не знаю 50 продолжается значит общению я быть в итоге спросил у зрителей вы хотите типа я могу так быть это интересно александр пишет родился больным чуть-чуть того он мужик веселый смотри все атомск чат чат весь наш дату тусит мужик веселый пишет вы все прокляты это хорошо плюс или минус то есть реальная демократия как бы если вы не против типа если вы за то я отвечу чуть-чуть еще челу проявлю еще немножко доброты к нему я это сделал значит ну вы помните какие там блять при этом были оскорбления в донатах я вам показал что-то говорит ты меня не по рангу значит там оскорбил по какому-то потом показывает блять ну я смотрю просто его видос где абсолютно ебанутые символы то есть я еще раз говорю абсолютно странная реакция моисея на эти все оскорбления на проклятие что он к ним это серьезность просто поржать и все вот как должно быть по идее а он прям по серьезке что-то вот это вот разбирает из типа ну как бы в этом и проблема мне кажется то есть типа ну ты же сразу понял что чувак напишет неадекватную дичь все как бы просто а через что еще можно с ним как бы как бы обсусоливать странно вы даже блин по моим меркам вот бтв вот мы вот вот охуенные блять символы треугольная это просто еще помимо всего прочего помимо всего прочего эти символы значит ну типа абсолютно безграмотные с точки зрения просто блять с точки зрения нумерологии астрологии прочих вещей в этом я тоже шарю помимо того что я блять логический гений и так далее да без шуток и при том что блять тролли уже подъебывают меня за то что якобы постоянно на стримах это происходит нет это было на том конкретном стриме и те кто вам рассказывает что это происходит постоянно это блять пидорасы и пиздоболы по типу сон сары и судя по всему присоединившегося к ним продавшегося за деньги гапона с канала около музона гапон продался за деньги кстати это смешно что моисей же раньше сам говорил что типа да за деньги все можно давайте деньги типа деньги самое главное главное чтобы бабло было вот и четко ты в чем проблема то есть реально сансары тебе донатит деньги просто возьми посмотри три минуты и иди дальше это же деньги за деньги все можно зачем ты тратишь на это время и гапон продался гапон как бы пользуется твоими советами понимаешь и я с тобой солидарен был то есть как бы и я согласен да за деньги про за деньги до продаться за деньги кай конечно конечно это же охуенно вот типа а чё нет то капец нет объяснять всем какую-то свою позицию который все равно никто не поймет они уже им все объясняли всем людям миллион раз а ничего не поняли я просто в этом больше не вижу смысла то есть вот просто серьезно нет я все равно это буду делать будут делать но я буду это делать в качестве контента как бы в качестве как бы просто вот поэтому ну да как он продался за деньги сансара то есть получается что сансара подкупил гапона гапона что ли или как поэтому гораем смотрим значит маэстро поносенкова переводе на немецкий вот оригинал так вот ребята вы реально думаете что я вас не уничтожу если вы будете себя так по отношению ко мне вы реально думаете что ёбаный какой-то значит ёбаный какой-то сансары ёбаный какой-то гапон просто нахуй дети вы учились у тех кого я учил но знаешь майк тайсон тоже учился у кого-то кого он учил и тренер не запиздит майка тайсона то есть как бы что значит учились моисей ты слишком много на себя берешь ты себе выдумал мир где все учились у тебя я ищу я уже про это говорил еще раз ребята мы сей ты чё думаешь мы такие включаем свои стримы и только их смотрим больше мы не развиваемся не думаем не смотрим чуть-чуть там как и так далее то есть типа да то есть так это в твоей голове работает то есть типа условно тот кто придумал первый автомобиль все он эту нишу занял все остальные как как бы права не имеют да нет до китайцы учились автомобили делать до смотрели пиздили технологии смотрели воровали сами развивались россия тоже могла так делать но почему-то россия не сделала свои автомобили а китайцы сделали и продают их сейчас россии продают на весь мир вот и все да кто кто-то делает кто-то развивается и это не заслуга вот кого это заслуга что китайцы сейчас сделали свои автомобили американцы немцы японцы какие машины корейцы корейцы тоже смогли сделать автомобили свои с нихуя вот как бы ну то есть серьезно то есть как бы вот поэтому это во первых то есть вот вот это вот какая-то странная хрень что типа я всех всему научил и вот вы типа а его и я даже не понимаю что я сделал то я до сих пор еще раз главная проблема моя с моисеем великанов она одна вот у меня я не понимаю что я вообще сделал такого вот еще раз моисея великанов я не понимаю в чем я у меня угрыз я вас уничтожит типа я это воспринимаю как шутку ну как 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 мета иронию там не знают слова поносенкова так как бы но мне просто я я просто одно понять не могу моисей а типа я течу сделал то есть я про тебе было на меня абсолютно похуй ты ни разу не зашел не задонатил ни одного доната ты никак не интересовался тебе было похуй у тебя дела шли хорошо тебе было на мой канал просто похуй я к тебе в благодарность и постоянно заходил подкидывал донатики постоянно это было это было на протяжении всех этих лет я максимально благодарен ко всему хотя за что благодарить за то что я просто тебя смотрел из-за донаты как бы все это делал и то есть как за что благодарность то есть если я сейчас пойду за доначу какому-нибудь условному я и ресторатору донатил ресторатор стримеал я ему задонатил плохих дядек он обосрал плохих дядек а мог не обосрать допустим и чё потом плохие дядьки начали бы с популярными быть их все бы слушали и он бы сказал ты мне должен это я тебя раскрутил так что ли нет это ваша то есть это твоя работа я тебе за донаты кидал все это это никакая не благотворительность вот ты тогда поясни чему я тебе должен чему что ты публично что-то делал я на это посмотрел и сделал это лучше например или что чего чему это дети ну что я должен в чем блять и я когда ты мне позвали я тебе сказал стрим хочешь давай стрим ничего еще не было ты какую-то начал ебанину блять хочу не хочу ну хочу залететь но какая-то вот это все сложно я уже жопой сгорел ну хорошо я это терпел вот я в итоге окей не хочешь ты с картинкой давай голосовуху все созвонились по телефону ты мне начал какую-то просто отвлеченную вообще ну рассказывать какую-то вообще не связанную со стримами со я не я реально не понял что ты хочешь просто и ты пришел на стрим я сделал стрим я пожертвовал своим стандартным стримом люди ждали своих просмотра своих видео я все типа сделал все чтобы вот те помочь да ты на стриме начал гнать какую-то шизу еще больше подорвал мою жопу ну извини блять это пиздец и я я я просто в чем именно что я сделал не так то блять просто вот что я сделал не так но ты зимний разуме все же просто моисей завидует что у тебя зрители и донаты вот и все ну я не знаю то есть как бы я же ему предложил хороший стрим с картинкой с анонсом сделать там чуть пообсуждать нет пришел на какую-то голосовую хрень и к и какую-то кринжатину рассказывал троллил что-то меня четко как ты я я просто не блин окей помните времена когда открыл youtube а там только один миссии велика великанов это потом уже остальные появились а был только мысей но возможно я не знаю я не уверен наверняка были еще какие-то стримеры японцы копировали американские гитары свое время теперь они впереди планеты всей как и в автопроме ну вот да я и говорю это так работает рыночек стать как раз и как когда меня перестанут смотреть и будут смотреть кого-то кто сделал круче но дебаты альфарион по факту сделал дебаты гораздо круче то есть он сделал круче картинку он сделал больше интерактива какие-то подключения то есть он сделал их интереснее прикольней все как бы я понимаю что просто он сделал круче и скорее всего до дебаты вот будут там интереснее там допустим хотя может и нет но если так будет я я просто это прямую пойму до чувак и не буду орать ходи что это я все приду это я все сделал ты все украл блять типа свет будку теплым и странно еще прошлый раз это сказал великанов это душнило и нехуй его смотреть не ну как бы у всех мнения разные поэтому странные претензии я я не понимаю еще раз что я сделал не так как бы а что мы сей сделал на первый начал стримить ну типа того я так понимаю как бы первый начал стримить да и объяснять как все это работает я не знаю первый стример это фред гитаристы хардсанта я кстати не не в курсе не знаю вот так что это да я моисея увидел на канал на канале димона пару лет назад страх и ненависть московского ютюбу и всей хуйней правилам жизни и вы пытаетесь теперь против меня и и ютюбу учил и правил жизни я кстати очень мог помню очень много когда я ему закидывал видоса он был со мной не согласен горел нет ну тут вот как он не шарит типа поэтому ну ну да может быть в отчасти это был ну то есть это серьезно это тогда я могу сказать я вот 40 лет всех учу правилам жизни блять пиздец мне все должны нахуй охуеть первый стример это за кстати да озон же первый вообще самый стример и первый возможно русский блогер потому что он первый начал видосы какие-то заливать но первые популярные по крайней мере первые начали стрим девчонки с русском с кстати да девчонки с русском сна раньше первые зона хотя не факт ну вот тут надо подумать кстати тут надо еще посмотреть димон тебя шляпа есть надо тебе такую шляпку как умусь одеть постибать его да и не буду я зачем него стебать нет до русском са был бонга когда это все одно и то же сети бонга cams это все одна и та же херня она одна по сути там 2 максимум это повернуть у меня собственно нет никаких там больше уже пожеланий требований так далее у меня один вопрос не стыдно ли вам блять ребята за что он стыдно ли блять просто относиться так значит к добрейшему человеку я еще раз не понимаю как к тебе относятся то есть я к тебе относился всегда нормальные то есть если ты считаешь что я смотрел твой контент и за свои деньги там что-то донатил и это как-то продвигало меня за мои же деньги вот если считаешь что что должен я так не считаю во первых а во вторых как бы и то есть если ты считаешь что я не должен говорить свое мнение только потому что она тебе не нравится но извини но так не получится ну просто так не получится то есть как бы я и про фреда говорю с тем чем я не согласен вот и как бы и про всех то есть нет то есть как бы я готов не говорить плохого за деньги но я боюсь что у тебя нет так ну то есть так это эта сумма она не реалистично чтобы я на всю жизнь про кого-то что-то плохое не к никогда не говорил я и в принципе это реально то есть но просто это будет стоить очень дорого почему бы и нет я в принципе окей я за но как бы бесплатно просто так не говорит свое мнение а что-то это как бы не стыдно ли тебя atoms повышает у карму на 40 уровней пиздец стыдно прям покраснел аж димон димон одень шляпу на стрим соприками нет шляпы не буду же искать нахер хотя могу все реки конечно взять но не хочу нет димон чатур бэйт осуждаю серьезно отличается что чатур бэйт я не знаю что такое мы сей также говорил про блинова когда у них был конфликт с фредом не ну с фредом все-таки было немножко другое как бы немножко другое мы селиканов типичный маленький человек за русской классики унижены оскорблены есть ним черты облом вот так он профукал свою онлайн аудиторию не знаю не знаю не сказал бы подробнее в telegram чате позже значит если кому или просто заходите в мою телегу ссылка в описании стопудово есть можете прочитать значит что было этот стрим а хуй вам просто блять я не буду его открывать вот там были там рафики от дерьми орыча еще какие-то охуенный был стримчан все четко ну то есть на самом деле вот сейчас написал про маленького человека но я сейчас сейчас кстати подумал 0 реально человек в футляре да было я уже не помню про что там точно но в целом когда я к нему захожу и у него закрыты все комментарии это прям крич тоже если я вижу видос и к нему закрыты комментарии вот обычно вот не мы все великана вообще какой-то вот если на ю тубе встречаю видос закрытыми комментариями я сразу я этот видос даже смотреть не будут просто я сразу понимаю что там какая-то хуйня и чтобы эту хуйню не обсуждали они закрыли комментарии потому что они знают что они говорят там хуйню и все я вот к этому так отношусь то есть как бы если и вот мы все реально он витя он пытается то есть на самом деле его канал он больше походит по походит на какую-то реально секту небольшую то есть я оставляю только моих сугубо единомышленников а все остальные они просто все идут в ад то есть они банятся блочится коммент и писать не надо ничего плохого писать на ничего критики не надо ничего не надо то есть чего не надо просто только единомышленники ну это при примерно так типа делают секты и лидеры сект и при этом лидер Bud City говорит ты я авторитет я всю знаю и только я знаю как пизда ты есть не согласен значит и не со мной есть согласен то со мной ты знаешь все да вот так вот то есть кстати реально только сейчас понял что немножко на секту похоже ну типа подход подход ну и плюс если еще взять то что он немножко эзотерика увлекся то тут уже и двойной панч так сказать я не понимаю зачем мостик взял и обиделся перед этим сказал что не обижается но если отрицать какие-то эмоции они не перестанут проявляться моисей правда обиделся чтобы он не говорил это видно ну я не знаю просто я егэ на что то есть как бы я стрим моисея смотрел с кайфом жаль сейчас не торт так я тоже какие-то вещи смотрел с кайфом и было прикольно то есть да меня бесило я перестал это смотреть часто потому что меня бесит что они начинаются не вовремя хер с пойми когда что-то так что-то вот это вот ну короче так это странная хрень человек футыляре рассказ чехова как бы чего не случилось а что может случиться типа он запрещен что ли уже я просто в курсах есть что осуждают нельзя чехов человек футы а разу нет не надо то есть люди донатят всем все по кайфу мы слушаем там метальчик слушаем блюзыч там любое музло не знаю типа просто которая значит хорошие которые донать подписчики ой плохого и хорошего же музла не бывает блин ну вот как бы значит хорошая на мой вкус типа и на вкус моих уважаемых были зрители интеллектуалов ну и слова марлова тоже там был но это уже блять не будем о грустном и вот такие символы и все это с нас из научной из астрологической из еще какой-то из ментальной из подсознательной из блядь со всех этих точек зрения разбирается анализируется ведется просто блять научная деятельность от которой охуел бы блять и фрейд и типа значит там черниговская и блять солнце кстати что фрейд но фрейд это психолог это не наука во первых а черниговская к науке не имеет отношения я смотрел много черниговская знаю что мы себе великанов очень любит черниговскую вот и она короче я много смотрел с ней видосов она рассуждает очень поверхностно она прям вот максимально норме ская типичные норме норме ска то есть у нее есть хорошее интервью например с этим нейро нейро физиком или нейробиолог как он называется я все имя в пример привожу и вот забыл фамилию ну короче блин может быть напомнить сейчас чате который мозг изучает и память у нее у нее с ним есть интервью где они там обсуждают работу мозга это черниговская просто лингвист единственное в чем она шарит это в лингвистике она к науке как таковой отношение имеет крайне посредственные когда я смотрю ее умозаключения кринжовые по поводу свободы воли по поводу того как наше сознание мозг работает она там гонит лютую чушь но она найти она гонит вот я помню ее тезис был такой что типа не не савельев савельев ты чего угораешь что ли кусь савельев савельев это кринж нет не савельев забыл как как его звали муж кто напишет и обстан приводил в пример а вот вылетела из головы фамилия ну это неважно суть в чем что суть в том что ее тезис был найти какой типа мозг все потребляет то есть типа то что ты завод как еда да то что ты ешь ты из того и состоишь и также мозг типа все что ты видишь слышишь смотришь там типа ей там помню ком-то интервью говорят ну поэтому надо хорошее вино письте есть вкусную еду и смотреть хорош фильмы тогда ты будешь типа пиздатым она говорит да вот как бы играет даже если ты просто вот там типа на фоне что-то играет она говорит да и я понимаю что это хуйня но я же не работает то есть нет если у тебя что-то на фоне играть те похуй она играет она может как-то косвенно конечно влияет создает атмосферу но это не факт то есть опять же прочитать всю классическую литературу это не значит что ты станешь умным ты можешь ее всю прочитать и ничего там не понять поэтому это вообще не связано но для нее это типа да просто читая хорошие книжки смотри хорошие фильмы и типа все будет заебись нет не будет не будет как кто-то увидит кто-то евгения онигина поймет по и прочтет и поймет одно кто-то другое кто-то ничего не поймет вот поэтому у нее мы смышление очень поверхностное блин сейчас вы пишете вячеслав дубинин чё ну давай сейчас я попробую найти быстренько как чего прямо всегда его помнил так может даже знать как найти сейчас я найду черниговская интервью мозг память ученый сейчас совместный нету нее ученый доктор наук из могу не знаю как висит так сейчас не так русский ученый мозг память а а константин анохин константин анохин все вспомнил вот вот константин анохин вот это крутой ученый и у него есть разный формат лекций есть лекции прям вообще из из универа ты там нихуя не понимаешь а есть научпоп где он просто в интервью что-то рассказывает там пытается простым языком объяснить вот это прям реальный крутой доктор наук ученый супер вот то есть вы по его по подачи информации повода как он рассказывает вы сразу поймете что чувак просто нереально шарит вот а мы все черниговская нравится но черниговская это ближе к эзотерике правда то есть как бы это вот она пишет кто-то прочитать библию станции верующим а кто-то еще большим атыстом да да то есть поэтому вот она так работает то есть конечно конечно фрейд между прочим плотнейшие долбил кокса осуждаем так что он быстро продумал всю теорию за десятерых не но он сделал наверное свой вклад это просто по сути фрейд это философия больше даже это все мы просто такие мыслительные процессы я больше к философии отношу даже так вот есть хотя это все не читала естественно как бы не читал но осуждаю понимаете как бы вот но и уже многие просто ученые с ним не согласны говорят что его теория она не работает она не полноценная и так далее поэтому все это такое себе вот сары подавно и поэтому конечно я даже сказал что моисей конечно же мыслит гораздо логичнее чем тот же фрейд это сто пудов потому что фрейд это в то время да было круто сейчас это уже как бы такое себе ну да какие-то значит там астрологи нумерологи они блять все вместе взятые бы могли охуеть просто от того что происходит если бы у них было терпение посмотреть стримы но они не могут видите ли астрологи похуели если было бы терпение посмотреть стримы еще прочитать описание послушать dead metal потому что им от этого ушком плохо и не могут потерпеть мой мат потому что ой я из приличного общества ну собственно блять не хотите не надо те кто готов воспринимать турбо информацию вместе принимая меня со всеми какими-то такими моими не нравящимися вам вещами те и и получают и достигают какого-то справедливого заслуженного успеха как в итоге достиг гопон и в итоге а блять повернулся против меня как собственно я не поворачивался против тебя блять с чего ты это взял я против тебя не поворачивался я вот это не понимаю вот эту кринжа и добился успеха я типа во первых ребята ну если это успех четыре с половиной тысячи подписчиков и как бы внимание внимание пидар обнаружен то есть лобуха обнаружен внимание всем машинам лобуха обнаружен всем патрулям выезжайте по адресу всем 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 уберите от экрана реальных музыкантов иначе вы будете повержены совковыми соло кринжевой хореографией безвкусной игрой и тупостью окей спасибо за донат лобух патруль да короче да поэтому еще раз опять же если это успех то окей но счета взял то что как бы ну типа это благодаря прям тебе а то что я смотрел других блогеров то что например реакты делали эти например кузьма там уже в это время когда и ты делал только они делали в другом формате и я поначалу кстати то когда я набрал аудиторию я набрал не на стримах стримы это потом я начал делать просто решил проверить что будет если постримить а поначалу я реакты делал отдельными видосами и потом долгое время еще стримил и делал реакты реакты вне стрима сейчас я уже такой почти не делаю сейчас только все на стримах завязано стримы каждый день вот поэтому с чего ты взял то что это ну то есть я делал какие-то вещи которые ты не так делал я я наоборот я не стал делать как ты что типа я когда хочу то запускаю я сделал по-другому сделал по-своему я сделал в одно и то же время то есть я сделал куда более лаконичную структуру то есть и так далее то есть как бы я делал бесплатно до контент виде реактов просто на канал не не то что со стрима просто бесплатно сбрал делал реакты на все подряд там да и это было по-другому был не как у тебя чего ты взял что прям ты мне все это сделал ты ничего не сделал ты все что ты сделал это просто ты на стримах за мои же деньги смотрел мои видео там что-то как-то было лояльное общение лояльное общение я согласен что еще на концерт ну хорошо ты пригласил на конце ну как пригласил я к тебе попросился с учетом того что я тебя это там и донатил и все и я по сути ничего я просто вышел на концерт сам приехал ничего не просил сам с гитарой подключился мы спели две песни и я ушел и еще подарил футболку плохих дядек свою снял с себя подруги твоей девушки которая такая типо прикольно плохие дядьки и я просто гринлан хочешь футболки и просто снял подарила и футболку плохих дядек и все и сам поехал просто у меня 2 было во втором в обычный и последний у меня до сих пор самого нет ни одной футболки плохих дядек не осталось и диска ни одного не осталось вот поэтому ну серьезно как бы это же пиздец просто прикол так тут адамс напишал что фрейд был еще все-таки невролог и психиат не ну наверно это очень понятно что не все не просто так просто все что я слышу о фрейде это начинают какую-то реально сексуальную херню неадекватную рассказывать поэтому и его просто используют не все правильно особенно вот эти диванные психологи не дак вы ютубные дима гапон фрейд разделил сознательные процессы бессознательные процессы и сверхсознание окей окей хорошо помним реакционеры жестокий шоу-бизнес да про пробовал реакционеры делать и жестокий шоу-бизнес пробовал делать да да как жестоко но вот кстати да жестокий шоу-бизнес как бы сказал наш басит серега мы все великанов это жестокий шоу-бизнес он тебя сожрет и выполнит не будь слабым как только ты становишься слабым жестокий шоу-бизнес сжирает тебя и выплевывает будешь будь жестким вода ты подарил потную футболку тянки гений да почему нет прикольно наоборот потную круто так димон нормально сдвигает а нехуй было его теребить есть же рамки подлечить чего 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 ничего не понял ну ладно может она была сухая ничем не пахло вряд ли она же был пост концерта была но хотя сильно я тогда не пропотел вот достиг фред и ну не знаю как бы не особо просто поворачивается в мою сторону есть я рассчитывал на то что благодарности все-таки и понимание ну как бы причин тех ситуаций которые сегодня сложились на гитарном ютюбе у ребят и то что они все в общем то хорошо и успешно все-таки есть оказалось как бы она очень спорно вот не она просто так не работает некий совет и ничего они не работают единственная вещь которая существует в этом мире это когда ты вкладываешь деньги вот и как инвестор и потом свои деньги там либо возвращаешь либо проебываешь вот это реальная как бы все все с ну да ты можешь еще допустим если ты очень популярный ты можешь делать какие-то совместные коллабы но ты мы все великанов ничего для меня не делал такого понимаешь то когда ты первый раз пришел ко мне на стрим у нас уже были сравнимые каналы и ты уже понимал что тебе это тоже интересно вот а до этого тебе было абсолютно плевать и ты не заходил ничего тебе было абсолютно пофиг как бы все это время поэтому не надо говорить что просто ты там чё-то мне как сильно помогал а советы ну блин лишь публичный кайф до атмос повышают у карму 90 уровней паси большой за донат а твои советы это публичные фаны все слушали их все слушали все пытались делать какие-то свои кама каналы или еще что-то он паша рамштайн пытался свой канал делать может до сих пор делает как бы заходил ко мне на стримы вот там не знаю раз ёбыч пытался свой канал делать тоже что-то там делать и слушал типа мои советы блять вот если он не выстрелила скал ну да разве что что ты меня пас нет так не работает это просто ёбаный фарт кому-то фартанул кому-то не фартанул а что просто все пиздец есть конфликт затянки не конфликт тянка вообще-то не причем я просто к слову говорю что я максимально все это время к моисею великанова относился хорошо но когда грубо говоря он попросил меня ну то есть пришел ко мне и на стрим попросил сами стрим я пошел к ним на уступки и он какой-то ну то есть как бы начал кринжатину выдавать и просто какую-то жесть который я просто не понимаю но я просто сказал что я эту не понимаю все вот да ну как бы джейс какая-то пипец димон из пальца контент высасываешь лучше бы о музыке говорили блять ну заданать на музыку изи райдер заданать лучше по музыке давайте поговорим о музыке аккорд е е м блять в музыке что ты сделал чтобы говорить о музыке реально поговорим давай поговорим о музыке заданать спроси задай вопрос по музыке задай задай вопрос по музыке поговорим димон привет давай посмотрим вот это минус а потом вот это там суммарно 20 минут добра и позитива пэкмен повышают в карму доллару на 10 уровней спасибо большую за донат да посмотрим спасибо за донат посмотрим вот бля больше часто разговор не о чем ребята кому не нравится вы сами знаете что делать ну и собственно не забываем что все это все это еще меркнет до сих пор относительно того насколько говноедом оказался антон опарин собственно которого против которого на самом деле и нужно вообще-то было бы блять хуячить но в поддержку интересного стрима вот александр вот с проявил горит это интересно интересный стрим александр повышает карму 400 уровней а вы бесплатно сидите и ноете как бы не нравится ну так типа и скучно ну терпите что я могу поделать еще чуть-чуть сделать а если хотите рулить этой судьбой рулить этим миром до чтобы мир работал для вас вы делаете как пэкмен как атомс как вот даже лабах патруль закинул и написал всякую хуйню про меня и он тем самым все равно как-то рулит этим миром вот а вы сидите вам не нравится и вы сидите и не нравится но окей охуенно пиздата к сожалению для того чтобы к этому приготовиться мне опять поначалу приходится разбираться просто с значит мелочью вот обратите внимание 258 то есть я чела в итоге и разбанил и типа вот вселенная воздаст за твое добро мне пишут сансары спасибо большое блять табачников реализовался где разъёбыч подевался как его канал называется ну блять разъёбыч так и называется канал а я его спросил в комментарии кстати типа куда делся в код видос мне донатили мы смотрели он не ответил что он меня разлюбил нашел другого и тверик где-то в другом месте тусит а канал у него да есть планет повышает вы карман на 40 уровней спасибо большое да в порядке чуть все будет смотреть вот видите пишет изи райдер 1908 димон мастеров папец сыграешь темпе 212 bpm тогда дам штукарь мамки свои штукарь дай короче чтобы она это ну как бы тебя получше воспитывал впредь вот димон не думал как-нибудь игровой стрим запилить какой-нибудь шутерок или рпг-шку покататься и параллельно с чатом общаться я запускал танки они не зашли не понравилось поэтому я на этом канале но есть кто-то задонатит я могу поиграть во что-то так просто нет конечно не буду это делать я мне самому не нравится когда то есть у меня есть определенный формат у меня формат разговорный стрим с реакциями на ваше видео все этот формат я считаю самый охуенный игра это такое себе кому-то нравится кому-то интерес кому-то не интересно это как бы нет я хочу делать максимально универсальный контент чтобы как можно большим людям было интересно вот и все поэтому ну так она работает примерно делает обзоры там вот что-то пишет такое то есть это после всего вот этого если что после оскорблений после этой хуйни я его не за донат блять а просто вот ну типа относясь по-человечески разбаниваю в бомж чате и вот он пишет там вот антоха ты типа там респект тебе то есть и бойся хуй на тросе на вебками говорит можно заработать ну молодец блять я заработал горит на вебками сотышка чисто бим же и попустить до бомжи попущены уже сами по себе априори то что как бы они они вот ну бомжи то есть они об этом знают они конечно от этого ну они как бы из-за этого грустят и страдают так что до каждого донат он как бы автоматически попускает бомжей это просто ну факт и так работает вот я сам раньше ненавидел богатых да как бы но потом понял что это тупость надо самому становится богатым вот в чем суть я не стал и до сих пор поэтому как но ненавидеть перестал а там спешит у карман на 100 уровень пасе большое за донат сон сары типа и купил себе гитару ну окей принципе принятая информация значит у гапона скучно не бывает пускай он и не любит элизиум и голос америки он все равно топовый реактор реакционер и дебатер дмитрий деде спасибо за донат огромное спасибо за теплые слова да записал видос на nokia это видимо мы сейчас промотаем вот кем как раз комментировал тогда его трек и отмечал в нем положительное потому что я решил сделать так по желанию донатера я могу типа указать на то что есть негативное в треке то есть что там не так если чего распиши мне все что здесь плохо я распишу что здесь плохо или распиши все что хорошо и то что хорошо я смогу соответственно тоже на это обратить внимание я ему решил дать именно дельные советы по музыке указав на то что у него сильная страна и над чем ему работать и что ему на выступлениях по тече это проблема за гапона повышает века 1 91 уровень спасибо большое за донат обычный донат репрессивный но сейчас я даже не вижу кого репрессировать ну я да так что репрессируем сухарев пока в любом случае не на хотел ты этого или нет но она так работает так сейчас временно исключить пользователя да а вот на пять минут подтвердить так вот тут с этим можно репрессировать сразу на большее время теперь уже на единственного человека репрессивный донат так вот потеть на выступление конечно потеем и конечно эта проблема потому что и мы просто смирились с этим мы поняли что мы раньше там типа на футболке выступаю чтобы меньше потеть вот и как бы жарко выступать иногда там в костюме там в двух ну то есть футболки и сверху еще в какой-то штуке там как сейчас у нас пиджаки да но мы короче пор все артисты потеют и просто терпят это неотъемлемая часть шоу ты нигде никогда не сможешь выступать не потея то есть вот это просто все над с этим смириться и просто принять просто ты всегда будете будет жарко тесте будет лица под вот те всегда будет хиро она больших сценах где мощные софиты они реально очень жаркие и они прям на реальность я все течет есть ты еще двигаешься и и короче все страдают все потеют поэтому это проблема но эта проблема такая как бы ну типа но это так просто вот она так работает как бы либо ты как колхозник выглядишь либо ты потеешь и в норму в какой-то интересной одежде артистически вот так что закапан повышает в карму 91 уровень пассивно с донатом вон фанки getway пишет сансары угарный чел и позитивный да это когда ты со стороны смотришь а когда он тебе лично будет писать что ты дешевка и бабу свою успокой как он фреду говорил мне кажется ты по-другому заговоришь подставь себя на место ну как другого на место фреда например и тогда уже он не покажется таким угарным и позитивным челом да так сухарев извини я не хотел просто сейчас девяносто один рубль это один бакс а меньше я не могу а вот так она работает иногда иногда как бы правосудие неправосудно вот случайно зарепрессировал в ответ собственно какую благодарность я получил я думаю все уже прекрасно догадываются он мне писал потом комменты непонятно просто на какой основе оскорбительные на канале я их сразу забанил не сохранил не заскринил но вот сейчас нахожу вам просто что было до этого слышал понравилась песня выставили там году в россии есть некий роман стильный чел роман бтв самый крутой канал по музыке это если что чел который ну я не знаю просто вот моисей типа роман моисей роман не могу одной рукой напечатать моисей роман реакция этот чел вроде как он тоже знает обо мне знает о моих стримах смотрят меня где там роман youtube роман музыка чел снимает контент и чтить блять просто пиздец издевательство его даже не найдешь чел снимает значит контент и ну такой типа просто масс медиа в которым не забрать новости про курта кобейна он рассказывает вот и все и при этом вот супер странный канал если новости только про курта кобейна как-то слишком индивидуально подачи рассказывает о том что он купил еще одну гитару и это самый типа крутой канал по музыке и вот этот человек говорит что-то там про фред гитариста и так далее ну блять роман чувак ты типа youtube занимаешься просто интересно сколько обладают ли тональности душой дальше он спрашивает меня мне нравится сансары комментарии типа а как люди в группы вообще объединяются я 15 лет искал друзей но меня заставляли играть на басу в дробь до диез обладают ли тональности своей душой или только высотностью отличаются то есть фа минор отличается от фа диез минор и без контекста то есть вот ему интересно вот такое например фа минор отличается фа диез минор и без контекста из чел решил поинтересоваться поспрашивать у меня я ему бесплатно поотвечал когда он вежливо тот же самый человек просто пришел и блять по хорошему начал меня спрашивает типа сейчас я не буду отвечать на этот вопрос чтобы объяснять вам мне там нравится то-то то-то мне интересно изучить он пишет у скорпиона все песни в ре миноре это крайне унылая группа мне фа диез минор и си минор очень нравится там модуляции есть чуть как бред может отвечать же просто бред до цвета и ноты это одно и то же все едино по сути а там нравится человеку учитывая что он 6 типа и понять собственно не но если считать что что нота что цвет это волна просто разной длины то ну тогда да единая вселенная вообще все едино как это влияет есть соответственно тональности по скрябину там цвета у меня например цветами они не ассоциируются есть тональности по какой-то немецкий по моему тоже ученые провел ассоциацию там например того что есть тональность глубокой скорби там фаминор например в чате он пишет круз где какие новости про куртка я я не знаю реально но надо к завести канал новости про наполеона там пример новости про пушкина вот охуенно 7 нот и 7 цветов радуги шах и мат да да эти убрать один цвет из радуги это то же самое что убрать одну ноту кстати прикольно было бы если бы были такие группы которые сами знаете что поддерживают до что мы осуждаем и они бы не использовали какую-то одну ноту прикиньте то есть ну как бы и синий нот то есть например никогда не используем ну какая самая нота хуёвая какая самая вот я бы какую бы я ноту выкинул какую-нибудь ноту сибы например там да или нет сиха все-таки си нет си ну как какую ноту можно дары ми до ре ми фа соль ля си и фа нахуй фа фа не нужна фа бы выкинул вот реально до 6 нот оставить и играть все без ноты фа блин это было бы концептуально кстати вот еще одна идейка то есть прикиньте просто выкидываешь ноту фа например же говно ну вот вы сами подумайте какую бы в ноту вы 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 вытащили вот а можно дать по аналогии сделать то есть каждый охотник желает знать где какой у них синий убран да по моему где сидит синий да то есть шестая получается значит надо тогда убрать что ноту дары ми фа соль для нуля придется убрать для это хорошее конечно либо голубого нет какого нет я не знаю то есть нет голубого то тогда надо 5 до ре ми фа соль то есть либо соль либо ля поэт по этой теории получается надо убирать ну уж надо тогда следовать до какой-то логике вот 4 поправку законы фа нахуй фа заменить на ноту ро не ничего не заменять просто без одной ноты играешь и все как бы не используешь одну ноту вот причем нельзя не фа бемоль не фа диез то есть у тебя просто тянутся как бы не 12 а получается 10 становится 7 моль самая говно нота себе моль нет но нельзя брать надо убрать и бемоль и саму ноту то есть надо сразу две убирать в любом случае моя любимая нота полушка полушка хорошая да интересно кстати насколько заметно будет отличаться музыка без одной ноты я думаю что кстати на самом деле никто ничего не заметит ну то есть не поймут эту фишку то есть а чё там будет отличаться то вон половина групп вообще все все играет пентатоники считаю на пяти нотах все соляки поэтому я не думаю что сильно что-то поменяется не ну наверно я не знаю не знаю может и будет будет может быть просто однообразнее все звучать скорее всего погиб какие-то могильные еще что-то я про это тоже позже если будет интересно статейку прочитаем и опишем ее цвета и ноты говорит одно и то же все по сути едино примеру и бесполезно то есть это то собственно каким мог бы быть диалог каким мог бы быть диалог но теперь уже не будет там он что-то написал что сейчас я хочу прочитать сансары до пример брать бесполезно если ты у кого-то копируешь ты уже становишься омешкой это уже путь повтора они творчество это мое мнение у меня зеркальных нейронов нет я копировать не умею нет сансар ты копируешь ты просто блять делаешь творчество на гитаре ты копируешь блять просто саму идею ты это просто делаешь творчество ты просто играешь ноты те которые у всех стандартные ты не придумаешь свои ноты свой какой-то вот есть люди музыканты которые свои строи придумывают придумывают свои не просто строи а вот именно ладно как это называется то типа свое темперирование да ты играешь банальщину ты блин такая же копирка сансары как вообще ты максимально все косплеишь ты играешь на стандартных инструментах вот то есть ты серьезно но этого это смешно конечно каким мог бы быть диалог но теперь уже не будет терпение ожидания перед промыслом то есть мы обсуждаем штуки за которые шарят как просто джазмены там я не знаю с консерваторским западным образованием каким-нибудь голландским типа да так и значит битмейкеры которые делают хип-хопчик который успешен который действительно работает эти системы это блять не хуйня просто по приколу написано в интернете а проверенная блять шарящими чуваками тема которая была придумана там не знаю в 1800 каких-то годах и это очень интересно потому что это дополнительно как бы может помочь изучить психологию ее связь типа с не знаю научно объяснить какие-то религиозные вещи то есть вот чем я занимаюсь вообще в целом вот чем научно объяснить и религиозные вещи охуенно это называется кстати теология как по сути это уже давно люди этим занимаются ну к сожалению или к счастью безуспешно интересуюсь то блять на стримах чем не рассказывает про там металлику что у них было так то что то в итоге они пойму путается или нет потом про какой-то эффект мандео вспоминает сильные души самоубийц и он в итоге вместо того чтобы меня послушать на ту тему в которой я разбираюсь уже давным-давно лучше него решил что-то поутверждать в чате ну как бы окей рассказывает что-то про нарциссов значит про кабейны чем мне кажется моисей великанов нарцисс после чего ему по моему и краса пригласил в чат потом у него все отсасывали друг у него оказался геем осуждаем друга еще какие-то вот байки то есть он решил у меня в чате всех научить чему-то будучи челом который не мог позволить себе задонатить 120 рублей over 90 я недостоин подносить надо быть достойным ну его слова потом значит еще какие-то штуки то что выгодно тебе это добро то что невыгодно это зло наиболее честная позиция ну типа вот видишь я поступил невыгодно как бы себе сделав добро тебе вместо того чтобы просто вообще молча забанить и да ты оказался прав то есть я должен был тебя просто последними словами крыть блять послать на хуй и даже сейчас не снимать этот ролик но в общем то этот ролик я и делаю братан потому что мне это выгодно и теперь мне уже тебя не жалко каким бы ты ни был блять вроде бы вот местами блять разумистом типа потом какие-то телеги блять спорные тоже опять же идут в чате как понять альтернатива типа то есть кучу вопросов решил позадавать это консультация уже это уже должна быть блять платная консультация чтобы я тебе объяснял чем нахуй в очередной раз объяснять что есть альтернатива что есть гранж то есть постгранж то есть блять классические жанры металла что есть хардкор панк как он связан с black и над там дэд трэш металом какие есть штуки блять и еще и чтобы ты мне не спрашивал а утверждал дриппопа гранж разное блять типа в чем то есть со мной нечего спорить меня можно спросить спорить уже не о чем я уже блять всем что можно на эту тему изучил сказали на стриме гапона блять ну давайте слушать вообще людей на стриме гапона вот там мне сказали на стриме гапона что у меня психоделический пост мы проверили какие люди сидят в чате на стриме гапона то есть опять же в чем проблема человека слушает блять хуй пойми кого вместо того чтобы проявить уважение блять к оригиналу нахуй но теперь уже теперь уже теперь уже я думаю блять всем понятно вон там и в м пишет кстати который сейчас здесь тоже в чате на стриме гапона сидят те же люди а то спишь не все те же да то абсолютно справедливо абсолютно блять заслуженно этот человек теперь должен блять ну что-то невероятное сделать для того чтобы сансары пишет я сочетаю в себе мужское и женское поэтому бафомет и я нет одно и то же короче у сансары все одно и то же все наоборот меня привлекают девочки тихие лесбухи одни самые женственные вот как можно с человеком который в принципе это пишет вообще посерьезки что-то ему отвечать что-то с ним там соглашаться я просто не знаю как можно от успешности это я кстати про психиатрический пост гранж сказал ни одному слову разуме разумизм кажется уебанским мне не кажется просто он она такое смешное типа но детская то есть это же ванамаса слова но я знаю это от ванамаса мне кажется этого намаз придумал разуме из типа он разумеист разумеизм там и так далее мне кажется я от ванамаса что мне и кашкин корежок я просто она типа ну это же все понятно что это юмор что это все по приколу как бы вот поэтому он не знаю я согласился с ним на какой-нибудь не знаю там совместный стрим то есть это должен быть там и гонорар и извинения и удаление всех роликов и просто все на свете и я пока даже еще говорит что чел транс типа сам про себя ну ахуенно блять то есть очередная блять интересная история потом он уходит типа видимо ну и мы как-то продолжаем стрим значит ребят ну я честно не знаю что сказать блять сейчас просто покажу вам свое сансары он реально либо тролль либо гений либо сосенку попью просто колушки и сейчас самое же блять интересное самое интересное нахуй сейчас я вам покажу самое интересное давайте давайте сейчас у меня переезд скоро будет я на нем если кому интересно я уже блять на стримах опять же рассказывал все у меня скоро переезд типа потому что чтобы орать на челиков по типу сансары нужно блять жить в квартире в которой соседи не охуевшие так вот мемы да там вы любите про кукурузу бундиэль вот это блять самое бля а вот кстати я тоже на стримах ел кукурузу бундиэль почему потому что моисей меня этому научил я у него все спиздил и даже есть на стриме кукурузу бундиэль я спиздил и не благодарен за это блять интересно мы все что он любит кукурузу бундиэль и вот обратите внимание что дальше будет вкусная я понимаю у моисея здесь охуенные балахон кстати вообще топово выглядит не знаю что это за бренд и где он такой взял ну прям выглядит очень стильно я прям ну типа смотрите как он выглядит такой оверсайзной с таким как бы немножко сбоку молнии вот эти большие штуки на ну да этих собачках вообще прикольно выглядит короче кстати вообще вот балахон просто топовый шей прям дорого хорошо дорого модно молодежно охуенно выглядит мне нравится комментах какой мем будет допустим популярен в интернете спустя там какое-то время что больше будет обсуждать в каком обществе и дальше дорогие зрители папе гапон спиздил мы все кукурузы и съел да 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 все ребяте только кукурузу обсуждаем это самое интересное что было в этом видео гапона стол ноту дает когда он стучит по нему состояние хорош до пищики уники топе в топовый был не они они неким не сравнится балахон с этим это прям реально хороший прям прикольно слушать или самое главное потому что как бы даже как будто даже не балахон кого-то куртка потому что видите такие манжеты как у куртки как будто это куртку на это не было но я же нейросенс у меня нейросенсорная тугоухость поэтому абсолютно слух то есть я имею очень хороший плохой слух как бы это не было но я вот с этим мне очень грустно за моисе реально жаль что у него когда какие-то болезни я прям искренне соболезную то серьезно это самое хуёвое все остальное все эти срачи хуячи это все хуйня но когда реально болезнь когда какая-то хуйня типа тугоухость просто вот я не знаю ну как бы желаю ну это я так не лечится но или я не знаю желаю чтобы тебя с этим не было больше проблем то есть но реально болезни идут на вот это полная хуйня то есть вот я не знаю какая там эзотерика какого хуя из-за эзотерика не придумала чтобы мы не болели то есть вот просто то есть вот просто чтобы мы жили и в конце просто хуяк и отключались то есть без всякой хуйни без этих болезней ебаных без этой хуйни было бы охуенно поэтому да тут соболезную очень хочу слышать хочу слышать людей которыми общаюсь живу и я и кстати для некоторых тупеньких подтверждаю что мы все абсолютный слух и как бы да он существует но многие все равно не поймут поэтому чё кайрес объяснять просто так скажу в кино чтобы люди которым надо они поняли про это их если раньше возможно иногда не слышал метафоричным смысле то есть как когда тебе кто-то говорит ты меня не слышишь я абсолютно не понимал без шуток о чем была речь когда мне так говорили мы собрать не слышу я все слышу я не понимаю смысл этих слов они не укладываются я понимаю каждое слово по отдельности не понимаю что в сумме это значит когда я расписываю например некую ситуацию мне говорят делай что хочешь ты мне не слышишь типа делай что хочешь ну вот ну такая хуйня у всех бывало и у меня бывало такая да что потом такой думаешь а мне все-таки нихуйню тогда говорил кто-то да я тогда вот не понимал тупил но тут еще проблема в том что люди плохо формулируют мысли плохо объяснять могут то есть как бы особенно если человек у него есть свое мнение очень ярко выраженный как у моисея великанова например то ему чтобы что-то да есть донести ему нужно прям но очень постараться что-то объяснить в целом и во многих случаях возможно просто он даже не хочет слушать и поэтому если он не хочет что вообще нет смысла как доносить да но все-таки он хочет понять что да если ну от кого-то то ему надо очень ну прям очень максимально как бы максимально качественно донести информацию вот с примерами там с реальными мышки то фактами еще что-то они просто так что-то сказать что ты неправильно делаешь надо вот так ну типа ты меня не слышишь вот надо вот так нет такая же не сработает надо просто максимально обещать но порой некие объяснение работают есть ты еще не созрел то есть еще не готов к чему-то то ты просто этого ну ты этого не воспримешь вот и все как бы я я сейчас прям вспоминаю пример про даже пройдут сеть диета про похудение как я некоторых слушал и они не говорили какие-то вещи и я просто им грил но это же какая-то непонятная хоть то есть как бы да и они могли донести до меня какие-то и возможно и сейчас я ничего не понял но я имею ввиду что просто есть какие-то сложные моменты в которые очень сложно донести свою позицию как бы сложно ее а сформулировать вот по поводу здоровья по поводу болезнь желаю здоровья по поводу чсв пошел мачку вот это да все эти как бы словесные перепалки это все хуйня да а главное чтобы здоровье у всех было охуенная так что это 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 в точку теперь я к сожалению люди которые вот так вот тихо общаются просто не слышу я буквально для кстати я знаю что у него с болезнь у меня у друга такая болезнь он не говорил про нее и он да иногда кому-то именно погромче просто говорить он плохо слышит то есть просто ну типа я не знаю что это просто хуже слышит человек чем обычные люди вот я я эту тему как бы да это кстати только сейчас понял что я такого знаю человека я бы я понимаю в чем фишка так понимаю не полностью но то есть я понимаю как со стороны примерно выглядит что если будешь тихо говорить он просто не услышит типа недавно я встретил ребят общавшихся на языке жестов показал им свою аудиометрию типа говорю ребят я тоже типа ну пытаюсь показать что плохо слышу они мне жестами как-то не своими не языком жестов а просто простыми жестами показали мы не слышим даже там шум дороги и девушка взяла телефон написала что у них та же самая болезнь что у меня тебя вторая степень у нас четвертая и такой вау так вот блять я нейросенс ребята нейросенсорные нейросенсорными но я нейроны сенсоры компьютеры вся эта история это все про меня это все тоже здорово почему я в этом заговорил для кукуруз захотелось здесь пишет к тому что ребятки вам выбирать что вы смотрит никого вы слушаете мне там ну ну да вот сухари пишет так это болезнь мозга они ухо у моси если сенсорные но видимо да он же так и назвал нейросенсорные то есть что-то там нейрончики и типа я как понимаю ебут мозги что-то они как-то там неправильно видимо работают в общем но я не я не знаю не вдавался подробности вообще лечится это не лечится может быть как бы наверное мы сидит про это уже все сам знает что там как что нужно делать и или делать ничего нельзя просто смириться я хз каждый невротик стремится передать свой неврой невротик на невроз другому окей ой все говорят что ты дурак кто все кого ты слушаешь нахуй мне там все говорят что не ну нет это сейчас меня анонсирует я говорю что смотри моисей ко мне приходит на стримы вот и говорят вот моисей меня забанил что-то там не хочет смотреть еще что-то вот возможно это все пиздеж возможно все на голову но такие люди приходят и они вот от меня к те приходили люди и говорили допустим что гапон там типа хуёвый пиздец там еще что то то есть как бы у тебя вот как ну по идее как бы я бы ну то есть это сложно я бы сам может быть горел жопой там кто все да это все это хуйня это мои хейтеры наверное но понятно что все это не все ну что просто это образное выражение ну кто-то приходит то есть как бы понимаешь когда человек заходит и то есть когда мне пишут в чате любую хуйню мне на нее похуй но когда человек закидывает 20 долларов и горит я вот был топ донатером моисея а сейчас пришел к тебе потому что он плохо смотрит мои видео ну я ему как-то хочется верить понимаешь то есть хочется верить когда ко мне пришел там и к тебе тоже паша рамштайн который горит что сапрыкин я был подписчиком а потом у меня выбесила за и он дал боев хочется ему верить как бы просто понимаешь вот вот так она работает возможно я не прав ну так если я не правда забей просто хуй ну значит я ошибаюсь а а разве я мало в чем ошибался во многом ну то есть типа ну как бы да я могу просто ошибаться тупо а там спишь нейрончики ебут мозги доктор дмитрий гапон да 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 записывайтесь на платную консультацию димон так еще неизвестно кто ему ставил диагноз не факт что классическая медицина вот ну нет тут я думаю что классическая медицина скорее всего хотя но я думаю что скорее всего классическая у меня есть знакомые лки пишет который не воспринимает монотонную речь даже если норм громкость именно не слышит когда колебания почти не отличаются какой-то какой только хуйни не бывает до хуйни не бывает пиздец игры меня знакомый из которой просто аллергия на рыбу жесткая на любую вообще на на рыбные продукты на всякие соусы то есть он не может соус вот этот вот вустерский соус он не может его чуть-чуть даже съесть потому что в нем там в каком-то виде есть анчоусы там перемолоты то есть дохуйня бывает супер странная разная и и дохуя у всех просто пиздец поэтому к этому надо просто нормально относиться да вот есть люди кто постоянно переспрашивают без такие но это не знаю не знаю я таких не встречал окр вот это еще какая-то хуйня есть это все никто просто этого не хочет замечать ничего не понял ну ладно меня была знакома девушка которая как-то как-то тихо говорила что я ее постоянно переспрашивал а чё на другие говорили типа норме слышно я такую херню очень часто где-нибудь знаете там кончуном заведении в клубе мне тот что-то рассказывает а я прям просто не понимаю чем не говорит что блям не сиди знакомый ну он даже не мой знакомый знакомый знакомому короче неважно я и он шепелявит жестко и вот я помню мы как-то в клубе а он еще как бухой еще больше шепеляет и он нечет рассказать рассказать а я просто киваю головой я просто не что это бесполезно переспрашивать и я просто ничего не понял чем не говорил иногда он ждет реакцию я такой типа а чё надо вот это супер странная кринжовая ситуация вот но вот она как 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 есть бля на пиздец какой сансара проклял мать 90 рублей он реле видит это хероту а если верит причем за 90 рублей а если бы за 90000 норм что ли название то тоже сделал чтобы чтобы повеселее был к хайпове как бы смотрели охуенный фильм про глухого диджея все и запито тонга но я не смотрел спасибо за доната пуша эту карму на 40 уровней планет так что посмотрим до порядке очереди свои стримовые великанова это там херня какая-то кто кто все кто все анонтики в интернете кто так вот абсурд нет но тут еще смотри я я вот это уже объяснял то есть тут еще наклата смотри накладывается что что я сам захожу на твои стримы и вижу косяки которым мне лично не нравится но я такой думаю nokia мне не нравится я долбоеб хуй с ним вот но потом приходят люди говорит похожие вещи еще что-то вот и как бы да я делаю вид что что-то не так вот и все и у меня такой просто не формируется я его озвучиваю что да вот такая вот как будто бы есть проблема и ты как бы вот как раз это тот случай моисей когда ты говоришь мне люди говорят слова и говорят что ты меня не слышишь а ты их не понимаешь вот вот тут происходит то же самое я сейчас это говорю и ты как бы слышишь мои слова но ты ты меня не слышишь так сказать да в этом смысле почему потому что я тебе говорю что посмотри со стороны возможно есть проблема возможно есть проблема в том как ты организовал все эти стримы как-то организовал чат и так далее ну как бы но если нету это нету мне то то есть я не я не герой я не не готов там кого-то переубеждать что-то там навязывать там еще что-то нет я просто ну вот я как бы сказал вот так то есть когда мне в чате пишут что что-то гопон там ты вот это ты вот то я очень часто прям реально начать думать о муж и правда что-то вот здесь неправильно делаю а может здесь неправильно делаю тогда вот я все равно рефлексирует окна и так или иначе я не сразу не включаю сразу что ребята я все знаю все понимаю вы тут хуесоса как бы вы вы только слушать можете а ничего не говорить как бы поэтому такое как бы психотроп по ней навязчивые мысли когда делаешь какое-то действие определенное количество про что а а обсессивно компульсированные расстройства окр навязчивые мысли и когда делаешь какое-то действие определенное количество раз ну не знаю короче это все врачи должны ставить диагнозы они люди в интернете как бы потом вот что еще вспомнил самое главное послушайте человека который оглох ради того чтобы слушать музыку слышать музыку так как никто из вас опять утверждение как бы ну с которыми согласен просто ты не оглох ради того чтобы слышать это просто так случилось то есть как бы если бы ты мог сделать чтобы этого не было ты бы скорее всего выбрал не оглохнуть уже есть куча людей с абсолютным слухом которые не оглохли и так далее поэтому опять же вот ну понимаете это же ну это же нелогично я опять как как-то сказать какое крутой просто типа но это же ну это же так не работает то есть я оглох за ваши грехи это игры это похоже на секту ему реально надо создать лозунг типа я оглох за ваши грехи потом все подговорит до моисей а еще такой моисей понимаете проводник моисей типа я оглох за ваши грехи завод за то что вы слушаете любите плохую музыку за то что вы слушаете это говно я оглох за это вот неплохо неплохо кстати но в целом но просто да ну то есть так просто сложилось и не повезло что со здоровьем так произошло но это не для того чтобы лучше слушать музыку нет ты мог слушать хорошо и и когда не оглох вот в этом плане поэтому такой себе вот мы не виноваты что наушники на полный включала но я не думаю что это прямо за наушников да я слышал что он мониторит себя в наушнике я кстати не мониторе поэтому я не люблю вот эти вот наушники которые отрубают окружающий сред то есть у меня наушники пропускают и я слышу свой голос отсюда то есть не мониторить свой голос типа не надо то есть я вот так его слышу и все поэтому мне просто же так комфортнее но я не думаю многие кто мониторит свой голос и у них такой проблем нет я думаю что там было просто предвосположенность скорее всего никогда в жизни ее слышать не будет и послушайте не только так так если никто в жизни никогда кроме тебя не будет слушать так музыку так может она нам и нахуй не надо то есть как бы типа как бы просто зачем то есть это то же самое что какой-нибудь художник появился у как который видит ну не знаю какие-то волны которые никто больше не видит он рисует такой говорит вот здесь картина классная это я вам точно говорю все остальные говно ты такой так мы не видим ничего тут типа как бы это хуйня какая-то он такой ты вы не б вы просто вот никто из вас так никогда не увидит мы такие ну да и поэтому мы рисуем обычными красками вот такую ярим мазнину и нам она нравится то что ты рисуешь мы просто даже не понимаем как бы поэтому уж как бы она и нахуй не нужно обычным людям обычным людям может быть нужно просто может быть им такая хуйня нужно и все им им на остальном посрать как бы только мои комедийные какие-то треки мои там записи которые по причинам просто моего понимания того что надо сделать мне лично мне конкретно в том в той стране в которой я нахожусь конкретно в тех условиях которых я был тогда то есть что комедийную блять музыку потому что это стопудово завирусится стопудово просто мне принесет отдачу когда попытки сделать там гранж типа русскоязычный ну это и очень дорого и есть просто ряд обстоятельств которые указывают на то что в этом смысла нет как бы мне не хотелось этого сделать там 10 лет назад вот послушайте не только моему зло но и то о чем я говорю не только мои блять телеги про гитарный youtube но и какие-то другие просто мои ролики другие реакции изучите блять вот моисей понимаешь так не работает то есть люди не будут просто потому что им сказали что-то идти смотреть я тоже им говорю посмотрите мое видео как играть под метроном посмотрите мое видео как правильно пользоваться туалетом посмотрите там еще какое-то мое видео они не смотрят я говорю посмотрите мое видео про абсолютный слух я четко все объяснил на примере с цветами все но они не смотрят блять они несут их надо заинтересовать а если их не а если они не заинтересовываются, то значит это невозможно просто сказать, вот посмотрите, вот изучите, вот изучите. Просто надо, надо просто понять, что так не работает. Я это понял. И все, я, я просто забил хер. То есть, как бы, я понимаю, что я не могу какой-то хайповый видос крутой, чтобы он миллион набрал там создать. Может быть и смогу когда-нибудь, но пока что я это типа не знаю как. Ну, то есть, если люди не смотрят, значит они не смотрят. Нельзя их уговорить посмотреть какое-то твое там старое видео там и все. Вот у них сейчас всплывет какая-то тема, они будут искать там какой-то видос, они его посмотрят. Вот, поэтому, ну, да. Сперва меня, потом уже будет какое-то моральное право. Я бы, например, на месте Моисея Великанова радовался, в принципе, что вообще что создал видео, которое 500 тысяч просмотров набрали. Я бы просто охуевал от этого. Я бы радовался, что у него там 30 тысяч подписчиков или сколько там, или 40, может, уже на основном канале. То есть, я бы этому просто радовался. То есть, как бы, это же круто. Я не знаю, что. Просто радоваться достижениям. Как бы, вот. На долбоебский хуесосинг, которым вы заменимаетесь. Все. Надеюсь, было весело и интересно. Всем постоянным зрителям, алдам, мегарит. Ну, вон, да, Пэкман пишет. Какие другие видео? Эзотерику ебаную? Ну, да. То есть, это супер странно. То есть, опять же, он пытается вот еще... Вот мне кажется, еще какая-то ну, ошибка в моем понимании. То, что он пытается задвинуть... Он собрал изначально аудиторию логичных людей. Но это то же самое, что я, например, вам буду впаривать карму. Повышение кармы. Вы что, вы-то поверите, что ли? Нихуя, да? Вот. Хотя это и делаем, да? Но вы поняли, да? То есть, если я сейчас начну супер какой-то религиозный контент, что сказать, ребята, вот, да, вот есть там создать. Причем какую-нибудь левую, там, не знаю, там. Ребята, давайте верить в Будду, там, вот, допустим, что-нибудь такое начну задвигать. Вы же скажете, Гапон, ну, это хуйня какая-то. И вы будете как бы терпеливо, такие, ну, ладно, Гапон что-то какой-то поехал, что-то какую-то хуйню, там, что-то, не знаю, может, троллит, может, не троллит, что-то, ладно, хуйня. Но если я начну прям говорить, что, ребята, вот все другой контент, это хуйня, вот именно этот смотрите, там, типа, это вот это важно, вот это то, вы просто отвернетесь. Ну, потому что, блядь, вам не близко этого. То есть, когда ты собрал логичную думающую аудиторию, которая мыслит, и потом ты ей впариваешь какую-то ебаную эзотерику, ну, извини, братан, это хуйня. Надо тогда уже собрать аудиторию эзотериков, таких как Сансара, и с ними обсуждать, как там вибрации на все влияют, и все едино, и как бы матрица вселенной, матрица души, блядь, и всю эту хуету. То есть, ну, как бы, а по-другому, оно просто, ну, мне кажется, не работает. Хотя, может, у кого-то сработает, но вот, как мы видим, пока это не работает. Гапон говорит, 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 а люди как не мыли жопы, так и не моют. Конечно. Вот. Что, самому, что ли, приходите им жопу мыть, да? Нет же. А если мы жопу по 50 раз в день? Зачем по 50 раз в день мыть? Димон, выходит, ты у Моисея ничего не тырил, раз у тебя в 10 раз меньше подписчиков. Так, конечно. Так подписчиков меньше гораздо, всего меньше, но какие-то зрители есть, конечно, общие, да? Вот. Но, да, их меньше. Но Моисей их сам, кстати, кстати, Моисей, по сути, ну, типа, вот давайте так скажем, продал своих зрителей и продал за дешево. То есть, ну, как продал, ну, вот тоже опять же, да? Ну, то есть, он говорил, что все за деньги, за деньги можно все. Я говорю, давай, там, за каждого подписчика, там, я не помню, там, 10 рублей. Вот. И я донатил, подписчики подписывались, его, он их провоцировал подписаться. Вот. Ну, как бы, да, они подписались по его, как бы, по его указанию, ну, не то, что указанию, а по его просьбе. Вот. Они подписались и начали посматривать. Вот. То есть, по сути, ну, там, я уже не помню, ценник, как это было, но что-то была какая-то такая фигня. Может быть, даже у Моисея стрим где-то есть. В анналах истории, так сказать. Вот. Астральный дефлуратор Дмитрия Гапоновна. ХЗ, что это значит, осуждаю. Поэтому, да, ну, так и случилось, ну, вот, как бы, поэтому даже тут, я говорю, даже подписчики, которые пришли, они пришли, я за это заплатил по его тарифу, как бы, который он сказал. И все были довольны. То есть, вот, типа, вот такая фигня. Как бы, так и было. Ну, вот, Атамск может подтвердить, как бы, что было примерно так. Я продал-то такое громкое слово, конечно, как бы, но, ну, вот, вы поняли, да? Но, хотя, да, Моисей продал своих подписчиков Гапону смотреть до конца. Жесть. История конфликта. Респект, мега почтение, мега сердце, мега любовь. Ну, и давайте, раз, блядь, Гапону, вот это самое интересное, ну, блядь. Да, неплохая кукуруза. Вот. Это не рекламная интеграция, а просто... Блядь, там было, знаете, что, что-то было, то ли был, как раз-то совместный стрим, то ли мы смотрели какую-то реакцию, и Моисей там что-то горел жопой, ел кукурузу, как-то реагировало странно, и в чате кто-то, какой-то его хейтер, что-то писал, что типа мистер кукуруза, что-то он заебал, и это как-то смешно прозвучало, и мне показалось уже, я что-то начинаю сейчас вспоминать, что-то типа такое, что ли, что-то было. Я уже даже не помню, что там было. Вот. Но что-то какой-то был, и потом кто-то небольшой троллинг, что-то писали, там мистер кукуруза, что-то такое. Вот. Я уже не помню сам мем. Ну, в общем, мы его не вспомним, но как бы окей. Вот. Мич пишет, что я от человека отстал, я про Моисея узнал на канале Гапона. Вот. Я говорю, что... Вот. Я говорю, что да, что у меня и моих зрителей, которые вообще Моисея не знают дофига, то есть как бы... У меня какие-то зрители просто приходят и изначально думают, что я хейтер Фреда, потому что они приходят с самого популярного видоса про импровизацию с Фредом. Вот. Поэтому как бы... У меня аудитория просто супер, ну, такая вот разношерстная, грубо говоря. Атамс пишет, было-было, подтверждаю, я один из тех, кого продали же. Моя, блядь, пубективная оценка. Ну, ты чё хуйня. Пока. Окей. Желаем, Моисея, всего хорошего, на самом деле, правда, от чистого сердца.